Значит, завчера-позавчера мы настроили системы ICX, в такой схеме была центральная система на Microsoft Cloud, на Azure, также у нас был SBC, к которому подключен один из телефонов D48, также у нас по прямой ссылке подключен 46-й телефон и еще один 46-й зарегистрирован на обычном 3CX, обычным методом, без автопровижника. 3CX у нас работает на KVM-системе, в нашей сети этот 3CX связан с основной 3CX с помощью моста. Таким образом, мы большую часть темы рассмотрели и на сегодняшний день у нас также некоторые темы остались. Значит, мы остановились на транках, на маршрутизации, на подключении моста и по сменной работе пользователей. Вот. Для логического продолжения я хотел бы сейчас рассказать про интервалы времени на самой АТС. как они настраиваются, для чего они используются, вот как они, в принципе, для каких компонентов, объектов, системе они могут настраиваться и как используются. Для интервалов времени у нас есть вот этот вот слайд. Интервалы времени. Вот. И здесь мы рассмотрим, как создавать автоматическое направление вызова, официзацию вызовом, да. Можно сказать, не только официзацию, еще направление вызова зависимости от времени. Вот. Как это формируется, для входящих правил, для добавочных номеров, вот, и как идет настройка праздничных дней. Значит, на АТС есть такие два, две раздельные ресурсности, два раздельных метода. Это рабочие часы, рабочие дни и нерабочее время. Вот. И так же время перерыва. Значит, рабочие часы, рабочее время и нерабочее время и время перерыва настраиваются с помощью графика. Графики могут присваиваться SIG-транкам, входящим правилам и так же добавочным номерам. Я открою наш АТС на клауде. Сейчас мы рассмотрим графики. Значит, в первую очередь, график работы может быть настроен для определенного транка. Если это транк, то внизу в настройках на этот транк можно установить индивидуальные рабочие часы. У нас, допустим, есть транк сегнет, но мы будем работать. Ладно, давайте для него настроим. Вот эти рабочие часы устанавливаются в следующем порядке. Для понедельника задается интервал времени с утра до обеда. до вечера. И так же для каждого дня. С понедельника до воскресенья. Значит, в системе есть праздники. И эти рабочие часы можно выставить на использование в период общих праздников. То есть по данному транку, если будут приходить вызовы и в системе будут настроены праздники, то эти праздники учитываться не будут, а будет учитываться только данный график, который будет здесь указан для данного данного транка. Вот. Так же можно указать, проигрывать праздничное приветствие в период общих праздников. Так, тут можно отключить для этого и для этого. Вместе, поскольку рабочее время это не работает. с понедельника и по воскресенья можно настроить рабочие часы. Тут пока кто-то включен. Так же рабочие часы можно настроить для входящего правила. Для входящего на суду. Настройка как бы здесь идет та же самая. Тоже самое можно проигрывать общие праздники, проигрывать праздничные приветства, использовать эти рабочие часы в общие праздники. Теперь, в настройках пользователя также есть собственные, да, вот та же статус доступный можно в рабочие часы устанавливать. Также для добавочных номеров можно устанавливать рабочие часы. Значит, общие рабочие часы устанавливают ежедневное расписание, выставляют график на еженедельной основе с понедельника по воскресенья и определяют, когда вся рабочая АДС находится в таком режиме. в рабочем времени, на перерыве, либо в нерабочем времени. Вот это, эти настройки для всей АДС настраиваются в параметрах в рабочем времени. Вот здесь вот, значит, рабочие часы на всю АДС, на всю систему, без индивидуального применения к транкам, к номерам и к ходящим маршрутам, настраиваются для всех, как бы, для всей АДС. Дальше уже для индивидуального, для каждого транка это настраивается, и, соответственно, часы и графики, они для каждого, для каждой сущности, для транка, для входящего правила, для пользователей они индивидуально применяются. Вот. Так же здесь для общей АДС настраиваются в том же порядке, здесь настраивается время перерыва. Ну, в понедельник у нас, допустим, с восьми до семнадцати, в день перерыва с тринадцати до четырнадцати. Вот. И так точно можно до пятницы настроить. Вот. Так же задаются праздничные дни на всю АДС. Вот. Вот. Можно задать праздник. Праздник. И задать либо один какой-то день, либо диабазон ДА. Вот. Ну, и так же выполнить ежегодное. Исполнение такого праздника, безуследов, периодически типа новогодней каникулы, можно задать для каждого года. Так. Ну, установим сегодняшний, какой-нибудь вчерашний день, или даже в десятое число праздник. Одиннадцатый. Как бы не мешал, потому что у меня звонки перестанут идти. И для праздничного дня, для каждого праздника, там праздник один, праздник два, праздник три, здесь можно загрузить звуковое сообщение. Вот. Если звуковое сообщение не используется, то используется звуковое сообщение, которое записано вот здесь. Вот это вот. Оно без номера. Называется оно то. Оно проигрывается. Вот. Вот. Эти графики работают по времени сервера. Время сервера мы настраивали изначально. Вот. Важно выставить правильно, поскольку для данного АТС, для данного региона относительно этого времени будут рассчитываться все расписания и все графики. вот. Вот. Вообще, тут на слайде показано то, что я уже показал фактически. Вот. И также, индивидуальные рабочие часы. Переопределяем общие рабочие часы. То есть, когда мы настраиваем часы, определенные для кранка, то именно они будут задействованы, именно они будут отрабатывать вот. Для этого кранка, если будут поступать вызовы по этому кранку, либо обрабатываться этим входящим маршрутом. То есть, они перебивают. Ну, да, здесь я уже показал, что время праздничных дней либо для одного дня, либо для диапазона, для на ежегодной основе. Вот. Праздничные дни я уже показал, как они настраиваются в праздничных дни. Да, мы это все увидели. Или можно забрать голосовое сообщение. Тут где-то вот, можно сейчас крошечку положить, написать, что там проигрывается общее. И рабочее время, и общее сообщение. Вот. здесь показано, что во время общих рабочих часов, на входящих правилах, также можно настроить направление вызов рабочей часы и нерабочей часы. Значит, для чего это требуется? Да, если в транке, точнее, во входящем маршруте специально рабочее время не задано, то по входящему маршруту будет приниматься, применяться, соответственно, общее рабочее время, общий график, который настроен для всей ФТС. Вот. И что еще тут есть за особенность настройки рабочего времени в графике, точнее, во входящих маршрутах? Эта особенность состоит в том, что именно здесь можно указать, что в рабочие часы отправлять вызовы на, если настройки, конечно, в рабочие часы все входящие вызовы, которые приходят в данный входящий маршрут на АТС, они будут отправляться на один указанный экстеншн либо номер, а этот номер может быть закреплен либо за определенным номером, определенным пользователем на АТС, и также этот номер может быть закреплен за IVR голосовым сообщением, ну, голосовым секретарем, голосовым меню. Соответственно, когда входящие вызовы поступают по данному входящему маршруту в рабочее время, они поступают в рабочий IVR, и при рабочем IVR там говорится, что, пожалуйста, наберите добавочный номер для вызова секретаря, менеджера, группы какой-то поддержки, либо какое-то подразделение, да? Вот это получается, что на входящем маршруте направляем на действующий рабочий IVR. Вот так мы дальше посмотрим IVR, голосовое имя и создадим его. Вот мы дальше это увидим, как бы связан логически с этим графиком. Вот. И это посмотрим. Вот. А в нерабочие часы вызов может быть направлен на каких-то дежурных специалистов. А в предприятии может быть какой-то ночной полцентр, либо какой-то ночной человек, ну не охранник, скажем, какой-то ночной дежурный, который принимает вызовы. Вот. Либо это могут быть экстренные вызовы, которые могут пойти вообще на охранника, который сидит и принимает эти вызовы. У нас в предприятии, по крайней мере, и так воспроят. Дело в том, что если, может быть, допустим, ночью поступить в нерабочее время какой-то важный вызов, критически важный вызов, да, то этот вызов не может быть обработан тем IVR, который отправит человека там в бесконечное ожидание, который не обработает этот вызов оператору, поскольку вызов может быть критически важным. Поэтому вот здесь вот есть возможность выбрать отправку этого входящего вызова на какой-то экстеншен, либо там даже на внешний номер, там, домой к кому-то, да, чек-проводитель и так далее. Вот это важно, потому что если мы на транк эти специальные часы не выставим, у нас будут работать общие правила, графика на РТС, у нас вызовы просто будут уходить, можно сказать, в буквы VR, даже не в буквы VR, а в сообщения, либо в записанных сообщениях, которые этот вызов не обработали. Вот, для этого может быть плохо. И для этого, для того, чтобы это избежать, используются вот такие вот маршруты, да, входящие, генетические графики времени подходящих маршрутов. Ну, да, для транка также показал, что рабочие часы можно устанавливать. Это правило будет перекрывать общие рабочие часы. Вот, по рабочему времени, да, вот эта строчка, которая хотел вверху ее показать, она написана здесь, это важно, что если голосовое сообщение записано, то выходит на вот это общее голосовое время. В праздничные дни, в те дни, в те интервалы времени, когда у нас настроены, скажем, праздничные графики, праздничные дни. Вот, также, для номера, сейчас, вот, в каждую плюшку найду, автопереключение автоматически устанавливает статус «Доступен рабочие часы». Значит, в настройках добавочного номера, в правилах переадресации, я ее показываю, находил, именно там настраиваются индивидуальные рабочие часы. Вот. И администратор системы здесь, войдя в номер, его открыть, сможет вот здесь вот настроить, настроить, настроить. Да, вот здесь я написал, автопереключение. Значит, устанавливать определенный статус данного абонента в рабочее время. В рабочие часы. Значит, здесь вот устанавливается вот такой вот график. Специально. Либо данный номер может работать по общему графику, который указан на АТС. Либо вот абонент устанавливается свой собственный график. С понедельника в воскресенье. Ну, насколько тут, как бы, одинаковые, да? И настраивается, для него тоже включается перерыв. То есть это интеллектуальное. Для чего это может быть использовано? Это может быть использовано для работы каких-то служб, которые работают посменно. Допустим, есть пользователи, которые работают в определенное время, допустим, в вечернее, в ночное рабочее время. Вот. А все остальные сотрудники предприятий по графику, по статному, по расписанию, как у них есть, бывает, у нас есть у всех, бывает, работают в обычный рабочий день. Так, значит, общий рабочий день записывается в общий календарь, в общий график. А индивидуальные рабочие часы, этих операторов, которые там сидят, они настраиваются вот здесь. Соответственно, они могут принимать этот вызов, принимать эти вызовы, и могут работать по своим графикам. Да, и здесь вот так вот галочка есть, которая перекрывает эти индивидуальные рабочие графики по период общих праздников. Так, вот это вот администратор вот эту галочку здесь выставляет все по концу. Значит, дни рабочие часы. Обычно у пользователя, у абонента общий статус, да, он как бы зелененький в общем кабинете. Сейчас мы, наверное, откроем курант, чуть подальше мы там полезем в профайл пользователя, посмотрим статусы. Обычно у пользователя в рабочей серии вот этот статус он зелененький доступен. Вот. Значит, пользователь может сам через свой личный кабинет устанавливать свой собственный статус. И, соответственно, система автоматом переключает, если абонент находится сейчас в нерабочем индивидуальном времени, то есть по собственному графику, то система включает его статус недоступен, и, соответственно, на него не могут быть отправлены вызовы. Вот так. Вот так это работает. Ну, как бы то, что я сейчас сказал, оно здесь вот и описано в этом слайде. Так. И здесь вот показано, как... Так. Чтобы переадмениться. Да, статус профайла будет изменен. То есть статус абонента будет изменен в зависимости от настроенного индивидуального времени. Спрашивает, партисмент спрашивает, какой приоритет. По-моему, по поводу приоритета я рассказал, что приоритет есть общий на АТС. Вот. И индивидуальные правила, которые перекрывают, они, скажем, перекрывают общее рабочее время. Значит, если у нас перекрываются по транкам, по общему времени, то сначала действует время общее, потом действует время транка, и аж потом, как бы, самый важный приоритет, самый, который перекрывает все, это приоритет именно на профиле, на самом пользователе. То есть если у нас на общем одно время, на транке выставлено собственное время, оно полностью перечеркивает общее время, вот используется время транка либо входящего маршрута, да? Если в это время в входящем маршруте еще используется какой-то отдельный пользователь, идет его до набора, и у этого пользователя используется свой собственный график, который в данный момент делает его, этого пользователя, недоступным, то этот пользователь будет работать именно по этому графику. вот, то есть он будет недоступным, недоступным. Вот здесь вот, как бы, это показано. Не здесь показано, это нужно, скажем, выполнить, как бы, такое сложение наложения. Сейчас я это попытаюсь объяснить, когда вызов поступает по ТС. Вначале применяется время транка, время входящего маршрута. Вот. Вот. Если входящий маршрут это время отсекает нерабочее, то оно уже не поступит на пользователя. Если это время входящего маршрута не отсекается, то вызов поступает на пользователя, и уже дальше пользователь либо отсекает своим собственным графиком, либо разрешает этот вызов. Вот по такому принципу эту работу. Вот. Там дальше уже можно вот это время, как бы, чтобы не запутаться, да, его можно расписать, разрисовать, наложить друг на друга и посмотреть. Вот. Потому что можно сделать так, что общим маршрутом мы все это запретим, а человек в это время свободен, да, а человек в это время вызов не придет, потому что, как бы, по общим правилам тут все. Вот. Но, соответственно, по маршруту входящему общее время ответственно будет и будет. Вот здесь в графике показано, как настраивать правильное время. То есть это у нас идет время рабочего, зелененькое, да, с 9 до 17. И внутри рабочего времени мы настраиваем перерывы. Вот. Ну вот в данный момент как раз это говорится о том, что когда можно настраивать обработку, маршрутизацию вызовов по различным графиках. Вот. Когда по одному маршруту, допустим, время будет открыто с 8 до 15, или с 11 до 12. Вот. И дальше у нас будут индивидуальные рабочие часы с 17 до 23, с перерывом с 20 до 21. Когда они вот так вот в каком-то режиме будут перекрываться. Вот. После этого верного настройка. Дальше. Вот это неверное настройка, куда перерыв устраивается с 15 до 15 до 17. Вот. Честно, неправильный вариант. Я даже не знаю, как его можно настроить. Вот. Если вот этот еще можно настроить в помощь этой комбинации. Вариант этот я не знаю, где. Просто здесь вот, если мы посмотрим, да, здесь можно настроить отдельно. Общий АПС можно настроить. Вот. Здесь тоже настраиваться. То есть здесь с утра, но вечера, да. В понедельник, которые в свидательстве. Вот. Либо праздник. Вот. Так же настраиваться, собственно, на чертой графике. Если используется в маршрутах входящих, то они перекрывают. Вот. А вот именно данный вариант. Просто я даже не знаю, как его можно настроить. Поскольку вот самый стабильный вариант вот этой настройки. Либо если что-то с чем-то будет перекрываться. Допустим, двумя различными маршрутами, да. Вот. Опять же, первый маршрут он будет перехватывать время, да. Он будет на себя вызов перехватывать, а он легкий будет. Вот. И, возможно, даже можно настроить какой-то вариант, что может быть по индивидуальным уходить правилам. И давайте провалимся сейчас в профиль пользователя. Посмотрим, что у нас с этими графиками идет в профиле пользователя. Так. Мы зайдем под пользователем T46S. У нас логин для веба. Это не то вот это. Да, мы сделали. Парс. Он ругается. Как раз опасно. Очень опасно. Простой порог, да. Все, запутим. А, 304 это запомнилось вчера. Вот пусть будет 304 как разница. Значит, в профиле пользователя у нас есть здесь можно выставить свой собственный статус. Статус доступен, статус не беспокоит, отсутствует. Вот. И на этот статус распространяются общие часы, которые автоматически этот статус пользователю направляют. Статус он активируется с помощью графика. Вот. Сейчас статус у нас в общей панели. Статус сейчас у всех желтый. Зеленый. Давайте проверим, выставим индивидуальный статус на какого-то пользователя. Ну, его сейчас просто перерыв. Веб, веб, веб. Вот это. Букловый, вот это. Т-34. Т-46 мы сделаем. Т-46 мы поместим в нерабочее время. Т-46, перенесаться свой. Здесь вот мы его. Сейчас мы, ну, сегодня у нас трига. Мы у нас стоим индивидуальный, то есть часы. И сейчас мы сделаем сегодня, ну, с 8 до 17, чтобы работать. И мы с 11 до... 11. Ну, с 10. С 10. С 10. Я вот немного договорился. Вот здесь вот как создавать. Вот. То есть это время вот задается здесь. Эти интервалы задаются, да. Немножко. Немножко я прошляпил. Эти интервалы задаются. Тут можно даже несколько там создать. Двадцать четыре, двадцать четыре. Правильно, двадцать четыре уже не получится. Двадцать четыре, потому что у нас уже время заканчивается. Двадцать четырех это уже все сделано. Короче, вот здесь вот можно надробить там по часу, внутри по часу. Да, и вот здесь вот, вот здесь вот закрыто. Ну, вот так вот делать нельзя. Давайте сейчас там уже где и график. Посмотрим, как раз вот есть такая тема, это профиль номера, добавочного номера, правила переадресации. Вот у нас есть такой вот слайд, правила переадресации. Здесь мы посмотрим профили. Посмотрим, это переключение профилей. Диаграмма вызов, приветственных сообщений голосовой почты. Вот, настройки правил переадресации, исключения. Статус профиля, добавочного номера. Может быть доступен зеленым. Может быть собственное какое-то сообщение. Мы его сейчас попробуем выставить здесь. Да, вот специально вот я открыл, специально для того, чтобы перед этим открыл Гатуран, чтобы посмотреть, что по этому слайду, да, сейчас вот здесь можно выставить. Я должен открыть еще один кабинет для того, чтобы здесь сообщения редактировать. Я также эти сообщения могу редактировать и присмотреть с помощью приложения. И приложение также на мобильном телефоне. Так, запускаем наше приложение. Он называется OpticeX. Вот, и здесь по этому слайду мы сейчас установим доступен сообщение. Собственное сообщение. Оно тоже как, статус доступно и тоже зелененькое принимает вызов. Вот. И три статуса сообщения. Информация, информирование цветового. Когда наш аккаунт, он не будет принимать вызов. Это вот оранжевый, то есть желтенький, красненький. И вот такой вот цвет. Я не знаю, как этот цвет называется. Такой цвет. Это выборочное сообщение. Собственное опятство на сообщение. То, которое оно даст о том, что собственное сообщение абонента, которое он напишет. И этот абонент, он будет не доступен для получения вызова. Все. Вот. Вот этот OpticeX клиент. Он у меня мониторит в 304 веб. Да, 304 специально для веба система. Вот. Да, он сейчас у меня доступен. Вот клиент. Да, вот 302. Отлично. Все хорошо. 302. Вот эти вот красненькие, зелененькие мы сейчас будем продактировать, смотреть. Здесь для собственного статуса мы ставим собственный статус. Дальше. Ставим сообщение. Тестовый статус. Вот это будет зелененький статус. Окей. Приступим. Его выбираем. Он сейчас видится вот так. Видишь, это зелененькая. И пишут. Лаунс тестовый зелененький статус. Это собственный статус. Отсутствует не беспокоит либочное сообщение. Я здесь напишу. Отсутствует. Не беспокоить. Собственное сообщение. Статус. Я здесь напишу. Отсутствует. Красный тестовый статус. Вот он красный тестовый статус. В этот статус, если его ввести, то человек будет тоже отсутствовать и он не будет получать звонки. Вот он. Красный тестовый статус. Да. И, в принципе, сюда сообщение будет подходить. Не только на голосовую. Они будут быть по праву для адресации. Дальше посмотрим. Так. А, значит, вот эти вот не профили, а вот эти вот статусы, да, статусы. Вот эти статусы. Могут переключаться, управляться с помощью диалкода звездочка 30 и звездочка 31. С помощью кнопки D&D на телефоне. С помощью клавиши VTRF. И также автоприключение, которое в зависимости от интервала времени. В модуле интервала времени. Вот. Дальше можно переключать через консоль управления, устанавливать. Через меню голосовой поиски. Там, если войти в голосовую поиску, там можно специально эти наборы набрать, да, и выставить статус. Вот. И также через офис 365, там тоже есть определенные API, которые, определенные, скажем, которые связываются с офисом 365 и выставляют статус. Честно, это я никогда не использовал, не звонил, но тоже можно этот статус вот здесь вот в офисе 365 интегрировать. В принципе, последняя версия 3.16, 3.0, она хорошо интегрируется этими офисами, там есть специальная мобильная интеграция. Мы дальше это посмотрим, а в частности, мы посмотрим в голосовых сообщениях, там есть возможность определения вызовов, определения, точнее, распознавания речи, вызовов голосовой почты и отправки текста из голосовой почты. Вот, вот так вот здесь вот с помощью вот этих вот вещей можно редактировать свой статус, то есть переключить профиль, он так называет, либо установить, собственно, свой статус, ну, профайл вот этого статуса, да, профайл, который заканчивается. Давайте понажимаем кнопочку, вот мы поставим статус просто DND, и вот мне пишет на экране DND и учим, и вот видите, D46 мне перешло в статус DND, вот, с помощью кнопки DND я настраиваю эти вот сообщения статуса пользователя, красный, зелёный, зелёный, красный, зелёный, да. Эта кнопка в группы на телефонах. Теперь звёздочка 30 и звёздочка 31 нам выполняют два часа. Звёздочка 31, да. Звёздочка 33, да. Да, всё. Он схватился. Но поздно, почему-то продолжает идти там, не летать должно немножко. Вот, да. У меня установился вот этот статус, да, тут нормальная прошибка на телефоне, интегрированная прошибка, она для телефона, написано, Все, рекомендованное с сайта, ну вот я нажал звездочка 31 и нажал вызов, у меня дальше статус установился, но у меня почему-то телефон продолжает звонить, да, я должен завершить вызов, вот так вот у нас здесь отработало, и теперь я нажму звездочка 30, нажму вызов, и все, он сейчас будет зеленеть, да, вот он зеленеет у меня прямо на экране. И соответственно продолжает идти вызов, звездочка 32, у нас сейчас пьет еще один статус, звездочка 32, да, и вот еще один статус, стоп, не беспокоить, не беспокоить, можно, да, звездочка 30, звездочка 30. Один дает вам отсутствие, то есть тут три разных статуса, вот, а вот эти вот кнопки мы выбираем вручную, из профиля я уже показал, вот, ну с графиком, потому что у нас график что-то не зашел, стоп, 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 там же, это же виртуалка работает у нас на, где-то каком-то область, да, точно, там может совершенно быть собственное время, вот, просто она работает на Майкрософт Плауде, вручалка, виртуалка, вот, поэтому, там нужно учитывать время, которое, там мы ее, по-моему, где-то разворачивали в северной Европе, в западной Европе, не западной Европе, там, собственно, какое-то время, может, он это время туда подсчитывает, вот, это тоже важно знать. Дальше, у нас идут правила переадресации, значит, в каждом аккаунте, в каждом АТС, да, у нас настраивается вот такой вот период на пользователя, вот, вообще есть отдельная вкладка, это правила переадресации, переадресации вызова. Так, если вызов поступает на определенный, вот, внутренний номер, в течение 20 секунд, если в течение этого времени у нас ничего не происходит, не берет абонент друг, то, соответственно, у нас отправляет на переадресацию, да, вот, и мы говорим. Опять же, при адресации можно указать на свою почту, выбрать мобильный сторонник, какой-то номер, вот, ну, вот это выбирается вот здесь, ну, скажем, все варианты, которые вот здесь, например, расписаны, правильно показывают. Вот, правила переадресации, да, вот немножко этот слайд тоже меня в сторону ввел, правила переадресации, они, в принципе, настраиваются вот здесь, и все, точка, а, все, понял, я не к тебе параметр назовелся. Да, правила переадресации, но они переадресации не совсем, как бы, относятся, вот, правила переадресации вот здесь, здесь доступен, в зависимости от статуса, отправлять пользователю определенную, определенную сущность, определенное направление, которое здесь указано. Вот, если телефон занят и зарегистрирован, то тоже отправлять, куда я его буду, здесь мы укажем. Вот, так, это для внутренних вызовов, да, оно делится так же для внутренних и для внешних вызовов. И для внешних вызовов тоже можно переносить, переводить вызовы, вот, указанным направлением, на мобильный, там, с добавочным, завершить вызов на голосовую почту, голосовая почта от общателей, вопрос, вот, мы тоже чуть-чуть залезем, там, посмотрим. В настройках номера, вот, оно указано в переадресации, в настройках правила, здесь указано одновременно звонить на мобильный. Если звонить внутренний номер, значит, указано, что на один и тот же номер, может быть, принято несколько вызов одновременно. Это так называемый call waiting, ждание вызовов. Ну, других систем называется ждание вызовов. Отключаться код очередей вызова, вот, принимать вызовы из групп вызова, принимать пуш-уведомления, пуш-уведомления по настройкам для мобильного клиента. Вот, администратор настраивает отсюда номер о том, что, когда у нас веб-клиент приложения, там, мобильный андроид работает, то сюда поступает пуш-уведомления, да, административные настройки на определенный номер. Вот. И также вот здесь вот указано, что для номера может быть задан какой-то голосовой файл, собственно. Допустим, я в нерабочее время, мне в нерабочее время позвонили на вот мой номер. Вот. И здесь мое, собственно, сообщение играет о том, что «Добрый день, к сожалению, у меня сейчас нет рабочей вместе, пожалуйста, перезвоните в другое какое-то рабочее время, либо оставьте голосовое сообщение, для этого нажмите какую-то там в клавишку». Так, это мы все посмотрели. Прилисация, может быть, на голосовую почту, на другого абонента, на группу абонентов. Вот. Прилисация, может быть, на мобильный, сторонний номер, на какие-то другие. Замешительные заплаты. Это, в принципе, вот эти все вот чекбоксы. Чекбоксы, а выпадающий список. Там какие-то образ списка, можно посмотреть. В экзаменах будет вопрос почтного пелена. А можно ли так сделать или нельзя? И тут нужно открыть этот слайд, посмотреть, как можно это сделать или нельзя. А лучше всего это открыть веб-панель 30x, лучше всего это самостоятельно проверить. Вот дальше по экзаменам еще попробую рассказать, провести какие-то вопросы, скажем, в общей сложности. Собственно, какие вопросы я не имею права разглашать. А в общей сложности, да. Так, на данном слайде здесь показано, 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 показано о том, что можно свое собственное голосовое сообщение. Да, мы его видим, его надо зарядить. У нас есть исключения. Значит, этими исключениями администратор в данном случае может устанавливать для определенных каких-то номеров, либо для диапазонов номеров, то есть по маске, по какому-то префиксу, вот, может устанавливать исключение, указанное на заданное время. Вот, давайте попробуем эти исключения настроить. И, а вот, переадресация, это указано переадресация, да. Это во вкладке переадресация. Значит, здесь мы тогда указываем вот эти вот статусы. Показываем здесь какой-то профайл, ой, профайл, маску какую-то. Вот тут пишет плюс 997. У нас что у нас? Плюс 968. Любимый мой брик, 988. Здесь вот звездочка. Вот я здесь вот зарядил вот такую вот QR-1. И вот в рабочие часы, в указанное время, в указанное время, мы можем указать вот время, да, настроить на свой выбор, вот, 18 до 11. Ну и, собственно, добавить вот этот интервал, который я там пропустил в прошлом графике. Вот, здесь мы можем отправить вызов на определенное направление. То есть здесь это делает логику следующую. Когда на данного абонента поступает вызов, прочитывая, вот, вот, звездочка, плюс 7, 960, 27. 2 звездочка. Вот, в указанное рабочие часы с 8 до 11. А, окей. В понедельник, да. В понедельник, если он ко мне придет, на мой номер придет вызов, с данного номера любого, начинающийся с данного префикса, в понедельник с 8 до 11, то этот вызов будет отправлен на мой мобильный, соединит с мобильным номером, вот, окей. Соответственно, вот этот мобильный, да, я вот здесь могу указать, поэтому он не уедет на мой голосовый. А вот я буду эту штуку указать. Указать плюс 7, 960, 8, 990, 8, 4, 4, 6, 3. Когда с моей маски будут мне звонить, то номер уйдет на мой мобильный. Звонок уйдет с моей сети. Ну, это может быть использовано. Собственно, для чего это может быть использовано? Сюда можно вообще забить отдельный номер один. Если мне звонит мой какой-то супердорогой клиент, он мне сюда звонит на мой номер через АТС, то этот вызов улетает на мой мобильный. Для этого. Ну, по маскам, по маскам, то есть из Казахстана, если звонят, перенаправляют на какой-то человек, который знает очень хорошо казахский язык. Значит, и здесь профайлы с автопереключением. Зависимость, зависит от установленного времени на больше часов. Вот. И это автопереключение не применяется для собственного газку, для собственного газового статуса зеленого и собственного статуса красного. То есть автопереключение устанавливает только доступное, если в рабочее время, и отсутствует, если в нерабочее время. Оранжевый, либо... Красный, либо зеленый. Ну, на этом графике показано, как настроить, скажем, как у нас идет вызов на добавочный номер, и как формируются правила переадресации, и как применяется в графике, которые у нас настроены для данного номера, в общей сложности для все АТС. как они отработают при использовании графиков и собственных статусов, которые у нас настроены в АТС. Входящий вызов, в принципе, я вот эту вот схему объяснял, что когда включен собственный график, и как работает система переадресации. Так, и тут исключение, когда правила переадресации не применяются. Так, значит, в первом случае, если абонент находится в группе вызова, или абонент находится в очереди вызова. То есть, когда вызов поступает конкретно на extension абонента, сразу направление либо исходящего маршрута, либо напрямую, там, номер падает вызов на телефон, и сразу в трампе сразу направляется. Статус доступен, переадресация игнорируется. Вот так же будет звонить на мобильный, будет переадресован на мобильный номер, указан в добавочном номере. Вот. Если у нас идет звонок, поступает в группу, внутри которой присутствует номер, вот, то в данном случае переадресация будет игнорироваться. Если указан мобильный номер, и выбрана галочка «Звонить одновременно», то вызов будет отправлен также на мобильный номер. Вот, вот эта вот галочка, да? Сразу позвон идет на мобильный. Так, если у нас будет статус «Откутать не беспокоить», то переадресация будет разрешена только на мобильный сторонний номер. Вот. И вызовы с запросом, возможность принять или отклонить вызов, не будут переадресовываться. Вот. Сейчас там мы вызовы с запросом, там своя собственная какая-то архитектура. Когда приходит вызов, тут настраивается вызов с запросом, мы должны вот здесь этот вызов подтвердить, запрос, и тогда мы на вызов с запросом сможем ответить. Тут есть отдельная такая архитектура этого вызова. Вот. Эти вызовы с запросом они не будут переадресовываться. Поэтому тоже может быть вопрос, мы со мной прицелить, по последней вопросу, когда будете сдавать. Вот. Ну что такое очередь? В очереди это, скажем, такой сервис корпоративной эпителепонии, когда вызов поступает в АТС, то вызов поступает в так называемый буфер, а внутри этого буфера работают несколько операторов, которые обрабатывают эти вызовы. И в этом буфере очереди, вернее, вызовы в этой очереди направляются по очередных операторов. Если первый вызов поступил, первый оператор забрал этот вызов, на него отвечает, то второй вызов, который поступил в очередь, он поступает на второго оператора, второй вызов на него ответит, второй оператор на этот вызов отвечает. Также третий вызов поступает на третьего оператора и так далее. Соответственно, если все операторы заняты, этот буфер, он, оказывается, заполнен, вот, и входящие вызовы остаются вращаться в этом буфере, входящие вызовы слушаются, абоненты входящих вызов слушают сообщения. В данный момент все операторы заняты. Пожалуйста, подождите. И, соответственно, когда первый оператор, либо второй, либо третий, либо какой-то из них освобождается, он раз кладет трубку и на телефон поступает следующий вызов. И он обрабатывает следующий вызов. Так. Здесь мы посмотрим стратегии, настройки очередей, посмотрим, как выполнять этот выход. И здесь, да, также автоматизация у нас на основании времени идет, права моего на очереди, да, они есть профайлы, настройки профилей, настройки профилей, настройки профилей будут. Не путать профилей. Так, итак, очереди вызов. Отходящие вызовы, так, пусть говорят, попадают в очередь. Вот. И в этой очереди у нас есть несколько моделей вызовов. Давайте создадим у нас здесь очередь. Создадим ее. Где мой номер будет 801. И у нас будет очередь 1. Очередь. Очередь. И у нее вот столько, много всяких моделей на тестовый период, вот там, скажем, по-моему, на один месяц. Да, один месяц. Вот. У меня все модели здесь доступны. И письмо, что в зависимости от одной из 13 стратегий выбранной очереди необходима версия проилей интерпретарса. Но, значит, стратегии, часть стратегий будет доступна в версии basic, в этой версии, правильно называется, в основной, стандарт версии, стандарт, да. А для того, чтобы все вот эти вот списки доступны, нам необходимо купить вот этот интерпретарс. Но в версии, полная версия, она у нас, конечно, доступна. Мы вчера видели, что запускаем статусы там, где-то смотрели или еще что-то. Передачу статуса в мостах, по-моему, делали, там, устанавливаем датчик. Что-то мы вчера проверяли, то, что в интерпрайсе, мы тут нормальные. Вот. Так, и здесь вот вызов по приоритету, вызов всех, вызов включая на вызов по другому. В основном, вот модель может быть зводить на все. Да, также используется модель циклическая, когда, чтобы не каждому, а поочередно, чтобы распределять. Вот здесь, конечно, самая такая трешевая модель, это линейная модель, вот это, не знаю, как она называется, не меньше всех. Да, вот такая интеллектуальная модель. Распределение по квалификации, вызов меньше всех отечественного, да, там, роняет вызов на того, кто, скажем, самый сачок из них был, который больше всего изевал там, не уничтоженного. Точнее, это же не так, поменьше, по среде статистов, они еще дают, но, скажем, в связи. Вот, и где-то здесь какая-то вот есть линейная такая модель, вот, квалификация, линейная модель для того, что должен быть и просто здесь как он найти. Вот. Когда вызов идет постоянно на первого, первого у нас, как говорится, наш клиент, это делается для того, чтобы вызов не был пышным, как пышным. Вот, но мы здесь ограничимся тем, что мы здесь сделаем изо всех и не будем рандомизировать ничего. Есть рандомизированный вызов. Вот. И вот так же здесь указывается время вызова. Вот в этом вот слайтике моем вчерашнем, да, вот здесь. Там вот это вот я постарался расписать, стриншотики сделать, расписать, посмотрите. Вот. И так же вот на этот вызов на вот эту очередь. У тебя так же как на любой сервер, да, на него может быть назначен DIP. То есть вот эта кнопка означает то. Вот этот вот сервис, да, QW, он сейчас сервис изучил. Он может быть прямо отсюда прилеплен к входящим какому-то даже транку. Вот. Дальше, чтобы у нас не сильно ругалось, мы должны добавить оператора. Сейчас я вот этого дядечку сюда заведу, 903-го. Рано, 377-го. И вот 306-го я сейчас дядечку сюда заведу. Вот. Они у нас будут призвонить. Вот мы сейчас поиграем с очередями. Я на очередь буду звонить прямо с этого компьютера. Все, 306-й и оператора 1. Вот у меня временный оператор 1, да, мы сейчас как раз посмотрим, как по. Посмертная работа может на нем теоретически, для чего это может использоваться и как. Ну, 309-й сюда зарядим за компанию. 308-й 306-й у нас сегодня будут операторы. Сегодня любят обрабатывать машины. Все, делаем окей. Вот у нас создался очередь вот на наш очередь. Сейчас мы по 309-м сюда зайдем. Да, этот еще стрейкод нужно будет вспомнить. Стрейкод у нас идет с так вот. У нас идет из презентация. Презентация, которая называется последняя работа. Так, звездочки 77, 77, а что там еще звездочка, а или 308-й, 308-й. Вот. И вот агенты. Агенты мы выбрали вот эти вот номера. Агенты отвечают на звонки, очереди вызов, это понятно, да? Отправляется один вызов на одного агента, то есть никакое колл-вейтинг там не идет. Если агент вызовом занят, то если мы можем колл-вейтинг настроить, если колл-вейтинг мы можем настроить на телефоне, у нас может параллельно второй вызов, можем первый на удержание, а второй третий, то очереди такое не пройдет. Не пройдет вообще ни разу. И очереди могут быть частью нескольких очередей, да? Агенты могут присутствовать вообще в двух, трех, четырех очередях времени. Соответственно, вызовы за четыре очередей пойдут на эти агенты. То есть эти агенты будут вызовы за вызовы за нагружение поздно агентом. Агенты могут выполнять вход, а также выход за эти очередей. Во все очереди вызов может идти однопременно. И также может быть автоматизация, когда вызовы направляются в очереди в определенное время, либо в индивидуальном порядке. Также оператор, менеджер очереди. Есть очереди агенты, есть очереди оператора. Менеджер в очереди. Он может выбрасывать, гонять, гонять людей за этой очереди. Так, и у нас агенты, мы уже добавили агентов в эту очередь. И вот стратегия звонят все. И вызов будете одновременно. У меня написаны настройки, вот каждой настройки расписаны на слайде. А в этих слайдах расписаны модели. Модели. Так, ну, в принципе, тут буферочек указан. Буферочек. Так, направление вызова при неответе будет, когда? Будет достигнут максимальное значение времени нахождения. Вообще, где он тоже доставляется? Агенты не произвели вход в очередь звонящий нажал звездочку в момент ожидания и достигнут максимальное количество звонящих в очереди. В этом случае будет направление вызова при неответе. Вот она наша очередь и в ней в этой очереди присутствуют операторы. 306-й, 308-й, 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 я его помещал, 308-й нет. 308-й то есть динамический, то есть я бы сейчас сделал. Учерки на стандартно, надо смоделировать ситуацию, которую я бы писал фактически. Фактически. Вот, Russian Prom Center, соответственно, он будет сейчас на русском тарахтить. Да, вот у нас еще есть один оператор, который не оператор, а его слово может набирать. Ну, понятно, мы можем набрать счет вот этой, набрать через предящий маршрут, через некрасив, через нежный вот сектран, который на сектнах у нас заведен, но не важно. Я сделал вот так вот тихонечко. и у меня сейчас будет должно, я это выбрал, должно быть идти вы первой в очереди, вы одну в очередь. Вот сейчас вот эта галочка должна нам сказать с интервалом 50 секунд, вот сейчас 60 секунд пройдет, сейчас должна, вот эта галочка нам сказали о том, что я одну в очередь не то, что написал по системам. Да, вот они звонят, звонят в инклименты, чтобы инклименты не было. Ну, обычно вот он ходит. Так, есть. Да, нашел, да, одну в очередь не было. Одну в очередь не было. Чего-нибудь справились, напишались? Да. А кто-то можно изъявить, не поздравляю. Посмотрим. Я спрошу, я вот спрошу. Удал кого, что у вас будет? Ваши контактные данные? Спасибо за вопрос. Да, соответственно, можно музыку выбрать. Давайте, вот, я слайдик там есть. И, в общем, тут расписано, расписано, вот эти вот, максимальное время, которое абонента будет, там, ожидать. и куда направлять, если, вот, если это время будет превышено. То есть, 1700 секунд, базилик на 60. Так, да, и вот это прямое направление из транка. Сразу вот, если вот это DTI добавляем, то, в эту очередь, сразу у нас транка цепляется, да. Крас. ДДА есть. ОК. Это, вот, сейчас, сколько трат, тут тоже нужно. ОК. Сразу вот, Бердов, изучите, вот, DTI, да, зарегонодактировали. Да, а, 801, это же номер 8, который я сожрал. То есть. Все, видите, я сюда его не добавлял. Я не лазил сегодня в этот транк, этот транк, вот, я в очереди выбрал, и сюда его сразу автомат. Вот, теперь, вот эта вот музыка, она тоже туда может подгружаться. Вот это вот сообщение, можно даже голосовое, прямо вот взять, записать сюда. В принципе, музыка, и она будет играться. Взять, в точке, в нее провалиться. Записать, я позвонил телефон, я вчера это делал, сейчас не вижу. Все. Так, и также приветствия, можно записать. То есть, добрый день, вы позвонили ко мне, в турнире, пожалуйста, оставайтесь. И дальше играет, ну, сначала приветствует, проиграет приветствие, а потом играет музыка, в тайне, в которой может быть не музыка, когда записывается. Вообще. А, тут операторы, участвующие, вот, можно выставить вкладку дополнительную. Делать обратный вызов, если абонент не дозвонился. и предлагать абоненту, которому ты здесь перезвонил, соединиться с оператором в кнопку 2. То есть, раз абонент не дозвонился, ему придет сделать обратный вызов, и предлагает, нажмите кнопку 2, для того, чтобы там, ну, это, значит, не дозвонился. Ну, и, собственно, задается таймаунт обратного вызова, там, можно внести время сюда. Вот, префикс для совершения обратного вызова, да, обязательно задается, чтобы система знала, как ходить, через какой исходящий маршрут перезвонит. По умолчанию он идет через обучку. Вот, если мы тут префикс сделаем, там, восьмерку, допустим, то исходящий маршрут по восьмерке он будет ходить. Ну, в частности, можно сделать обычный исходящий маршрут, но который с определенным префиксом, с определенным транком, и он будет выделен специально для перезванивания людей. То есть, он никем не будет задан, этот транк, вот, и с помощью специального исходящего маршрута будет, мне кажется, он будет незавармой для этих причинителей. В очереди также могут выделяться в CRM, там есть, тайм-аут задается. Вот, в очереди можно выставить максимальное число клиентов, и в очереди можно включить приоритет. Для данной очереди. То есть, если у нас несколько очередей, здесь будет выставлен уровень приоритета, уровень предоставления сервиса. Вот именно в этой очереди будет работать только салон. В очереди можно включать запись разговоров, включать, отправлять вызов абонента. Нет. Отправлять вопрос о разрешении данного абонента на запись вызов. В очереди нужно отправлять статистику, сбрасывать и сбрасывать. И, соответственно, в очереди есть уведомления салон. Эти уведомления зависят от этого значения предъявителя. И, соответственно, если эти курсовые параметры не выдерживаются, то отправляет менеджеру по e-mail о том, что не выдержаны параметры салон. Обратный вызов был выполнен, то есть никем, короче, входящий абонент никому не дозвонился за пиратом. И уведомлять менеджеру в очереди о нем в дальшем обратном вызове. Если обратно ему не смогли дозвониться, а то нет. И уведомлять уведомить менеджера о материи организма. Но тут есть много наступок, когда на АТС есть веб-энтерфейс, там можно вообще отправлять ссылку по WebRTC и чуть ли не по видео, по крайней мере по аудио можно в очередь поступать через WebRTC интерфейс. веб-энтерфейс. Это ссылка click-to-call и клик-двонить. То есть больше где создаются специальные ссылки для отправки по WebRTC. И дальше вот эта страничка может адаптироваться куда-то в сайт какой-то очень удобно сказать, интернет-магазин с какой-то супер... Либо сервис какой-то официальный, который там скорая помощь обложенный. Ну и агенты не производили под очередь. По умолчанию тут мы агенты они в очередь не входили. В прошлой системе в очередь должно входить. Вот. И давайте у меня сейчас есть аккаунт 500, точнее 302 вот этот WebRTC элемент. Я сейчас забацаюсь с этого аккаунта мы набираем очередь и мы сейчас посмотрим что-то близко к самой. Ну про маршрут ли ответим мы там увидели, да? Логику. Куда переадресовывать если не адресация ответит? А, и вот да, у нас тут есть упущенный вызов. Вот. Он есть. Панель есть оператора. Давайте мы что сделаем? Мы сделаем сейчас, сейчас сделаем возьмем вот этот телефончик я хочу стать оператором для ВИН-клиента и хочу показать моему заразу. Значит я сейчас зайду от 306 от одного из оператора с помощью врана. Да. Сейчас я здесь из него выйду. зайду сюда 306 хотел бы еще монагером назовите. два два от два два лет лет два в Так, и здесь всё показано, здесь у нас должно быть выпущено, все вызовы истории о выборах. Вот, мне звонил Интелент-22, я на него не ответил, 300 раз. Я на него ответил, а он у меня в выпущенных свидетельствах. То есть, когда вызов из очереди был выпущен, мы сейчас его подпишем, на 701, я ответил, он у меня тут не появился, я ответил, он у меня тут не появился, а если я пропустил, он у меня сейчас тут появился, если я пропустил. Нет, всё, я отправил на меня, да, вот, зашуршил. Видите, зашуршал, появился. И что тут у нас необработан, эти необработанные вызовы, то есть, я здесь, как оператор очереди, да, то есть, у меня, вот, я оператор, вот, оператор. Есть телефон, 306-й, и есть в Бонтерпейске, 306-й. Я вижу здесь свои пропущенные вызовы, как участник. Это и очереди. Пропущенные. Соответственно, я вот могу по этим номерам узнать, как у вас есть. Я всегда есть. Вот он, 232-70-40-40. Я возьму вот этот вот телефончик. Так, и для того, чтобы я это обработал, эту очередь входящую, мне нужно прикрепить вот эту вот очередь, да, назначить её на ранг светлой блок. Вот, для этого мы влезем в секранки, влезем в секрет, вот зелененькая должна пахать. И сразу укрояем этот вызов на очередь. Вот, вот это настройка направления, ну, здесь выбираем, 1-2-700. Направление вызов, рабочие часы. Я надеюсь, что он наносил рабочие. Сейчас он должен взорвать, номер трамка у нас. Да, и, кстати, как раз он, иди-то там, засветится. И тот, и тот трамк сюда, блин, приключен. 1-70, 2-267. Всё. Там тарам-тарам-тарам-тарам-тарам. Звонят-звонят. Вот они. Вот они звонят. И всё, я вот, допустим, это, я внешний оппонент, который позвал, позвал, позвонил, но опять хочет, да. И с 306-го, с 306-го. Я вижу, что фронт секрет 740-40. У них пропущий вызов. Вот это вот панель. Также, вот этот, давайте подводим дяденьку, 306-го, да, сделаем, вообще его наделим правами, правами супервайзера очень. Вот. Также по 306-й дяденьке мы зарегистрируем вот это приложение. Ну тут понятно, да, звуковое сообщение, музыка на поддержании. Это, в общем, мы видели, куда это надо добавить. Вот. Да, тут обратный вызов тоже про него рассказал. Настройки приоритетности. Да, вызвать отказаться, разрешить отказаться. Мы посмотрели эти карточки, где вынесли. Ну вот, и, да, по отсылечку. По отсылечку задаётся время. Туда что отправлять. Менеджер мы сейчас самому менеджеру хотим быстро что-то сделать. Вот. И вот, да, вот здесь вот щекотривая, щекотривая у нас вопроса. Под выход агента или дорожного номера. Вот. Вот здесь вот по этой ссылке, по этой ссылке, я открою, там просто замечательно расписано, как использовать эти статусы. Все вот это очень хорошо расписано. Ну, мы сейчас возьмём, сделаем панель оператора, в общем, за очередь. Наделим его травами на 36-го номера. Мы по 306-м сейчас залезли сюда. И по 306-м мы сделаем так же на 600-м. Для этого перейдём в панель управления 30x. И для 306-го закинелим плачко. Вот. Я ему отправляю мыло. Есть ли? Отправить. Версовое письмо. Ну, все. У меня сейчас должна последняя вот хосточка. Мне нужен отсюда вот этот вот маленький, маленький такой файл. Этот файл мне даст автоматную регистрацию сразу к нам. На 36-м. На 36-м. Он открылся. Он стал 36-м. У меня вот 36-м. На 36-м. На 36-м. Так, все. Я делаю его менеджером очереди. Вот. Для того, чтобы его сделать менеджером очереди, у нас в настройках на самом ITX есть такой профайл. Вот. Есть буква пользователя. Я добавляю менеджерс. Тут добавляю V. Добавляю сюда этого менеджера. Добавляю вивзера 306-го. Делаю ОК. Вот. И наделяю этого пользователя правами. Да, вообще всеми. И тут также есть права по очередям. Вот это профили пользователей и группы для логического мнения я предлагаю в следующем этапе рассмотреть, а потом запускаться в сервисы VBR, во все эти прочие. Ну, тебе быстренько. Вот. Вот. Здесь вот есть права менеджера. Использует панель оператора TTC эксперимента. Вот. И здесь есть настройки для того, чтобы этого пользователя, который будет в данной группе, да, я его буду сюда поместить. Вот. Тут он может работать с очередями. И просто нужно найти, что ему... Так. Право менеджера и право пользователя. Так. У меня один чувак. Под названием 306-го. Так. И в настройках него право. Вот. Право, да. Он в группе менеджера Clare. Опять при пользователя. И вот здесь вот у нас. Видите, галочки меняются. У нас профайл менеджер Clare. Такая группа. Применил к нему вот такие вот настройки. И в этой группе также он будет в этой группе менеджер. И его будет у менеджера полностью все настройки. И других товарищей, наверное, нужно тоже туда поместить. Но их нужно поместить в качестве обычных пользователей. Но они могут быть и менеджером. Мы потом это посмотрим. Так. И сейчас мы увидим, что тут можно делать с этими днями. Выберите менеджер очереди. Вот. Менеджер очереди у нас будет 306-й. Да-да. Дополнительно менеджер очереди 306-й. Вот он. Вот. Если я менеджер очереди я 306-й. Сейчас уже на этой штуке. Я могу эту штуку переключить в режим супервайзера. На этом клиенте есть режим супервайзера. Дополнительно менеджер. И озерверус. Н50-й. Вот. И здесь мы управляем очередями. У нас мы видим 306-й или 309-й. Присутствуют во всех очередях. И вот в этой очереди у нас 306-й, 389-й. Я сделал с этого клавишера в моей очереди. Вот. Какая сомневая очередь. У меня вот звук будет. Звониться. Звониться. Сейчас я попробую звякнуть. Попробую показать что-то полезного у нас случится. Так. History. Что мы там набирали. Send. А вот он. Оп. И все. Грузов у нас. В принципе. И. Оп. И мы видим, что у нас 306-й. А секнетовский вот вызов. Да. Мы видим входящий вызов. Это входящий вызов. Кроваться 306-й. Connect. Ну давайте распахнем его. Надеюсь на все. Надевайся уже. Вот. И все видим. Да. И когда придет следующий вызов последующего товарища, они покажут такую красивую картинку. Эти все вызовы. И они будут здесь видны. Все. Обработали вызов. Отлично. Красиво. Хорошо. Все едем домой. Вот. Так. И здесь. Такая вот у нас есть ступовина. Ну в принципе вот эти вот настройки. Да. Свистбок. Это Свистбок называется. Они будут настраиваться. Настраиваться. Нужно посмотреть, что нужно настроить. Подковочный вызов. А. И вот здесь вот вид можно в виде обычного. В виде секциониста. В виде менеджера. И в виде Q-менеджера. Q-менеджера. У нас менеджер интересует. поскольку у нас в очереди. Видите более красиво. Таки таки. И в виде Wallboard. Wallboard вообще классно нам показывают. Сколько у нас товарищей. Отвечи. Уайтинг один. Уайтинг один. Уайтинг один. Ожидает. Ожидает нас. В очереди Уайтинг. То есть. Один человек у нас конечно ожидает. Я поднимаю трубку. Раз раз. У меня агент busy. Один агент busy. Он ему отвечает. Вот. Время. Вот. Время купилась в Сармакаре. Наверное. Я поднимаю. Всё. Толк тамг. 40 секунд. Сколько вызовов у нас об аддонах. Утемпи. Сколько ансверотов. То есть отвеченых. Вот. Сколько у нас времени. Ожиданий. Да. И какие у нас полбэки были. То есть обратно. Но callback я сейчас не буду настраивать, потому что в частном случае полностью очереди на лицо 1 не нужно. Все, вот, да, мы вот эту красивую панель посмотрели, сейчас мы возвращаемся опять к менеджеру, обычному менеджеру. Вот, и мы сейчас возьмем вот этих вот чувачков, logout from place, то есть я как администратор менеджера этой очереди, я могу вот этих чувачков, в частности вот этого дяденьку, мы два отсюда выбрасываем. logout from place, выбрасываем. Все, этот дяденька 306-й у меня уже не сможет отвечать. Вот, он не сможет принимать вызовы дочек. Давайте это проверим, вот у нас еще есть товарищ 309-й, он сможет. Отправляем send и все. Видите, вот, дяденька, телефон, logout from place, отвечает, звонит только 309-й. Оп, раз, раз, раз. Да, работаем. А мы возьмем еще, вот, и вот этого, кореша отсюда. Оп, вытащим. Все, помогал, вот, два. Остался 308-й, дяденька. Сразу нажимаю опять history, дяденька. Да ну что вы говорите, 308-й. Там же есть он зеленый, вот он светится. А тут нет. Так что у нас так будет. Хорошо, мы их выбросили с помощью менеджера. Этих вот товарищей. Выбросили дочек. Как же им потом зайти-то? Мы опять сейчас в прогалочку залезем. Вот там есть один старкодик. Вот, да. Да, да, да. Все, 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 все. Вот я нашел. Нашел. Там у нас часть некого. Здесь устарела. Итак. 306-й, 309-й. У меня в качестве изучите. Я и в качестве 36-го. Операторы оттуда всех выбрали изучите. Я хочу обратно зайти. Обратно зайти. Для этого я нажимаю звездочку 60-го. Этот номер стал агентом очереди. Еще диал-коды, 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 диал-коды. Диал-коды. Подключиться хочется, да. Подключиться хочется. Звездочка 62, звездочка 63. Логин в интервью. Звездочка 63. Я нажал, он посерел. Звездочка 63. Я нажал, он посерел. Он был зелененький, а сейчас он посерел. То есть он этот отрубился. Звездочка 62. Позвон. Позвон. Этот номер стал агентом очереди. То есть я сейчас только что вышел и только что вошел. Если я вручную вышел из очереди, то я вручную могу зайти сам. Если меня выбросил. Вот. Звездочка 62. Там есть у меня история везде? История. Вот. 63 это выход, 62 это вход. Вот. Выход. Все. История. Вот. Видите? Зелененький, сирененький. Зелененький, сирененький. Я вот этими старкодами вхожу в очереди. Зелененький, сирененький. Вот. Но если у меня отсюда выплюнул оператор, то здесь мы видим, что у администратора очереди нет приоритета. Если он его выбрасывает, то он про него забывает, то он сколько в этот очередь не входит, первой джунгл, старания будут бесполезны. Вот. Но опять же, если он присутствует, то он сам оттуда может вручить. С помощью людьми старкодов. Там, кстати, да, если звездочка 62. звездочка 63. Там я номерочек выбираю. Он входит, может так же, по-моему, входит звездочка 62, звездочка в свою очередь, либо входит во все очереди. Ну, соответственно, здесь оператор может управлять. Да, давайте еще панель посмотрим. Вот. Панель. Вот. Здесь у нас зелененький. Сейчас. Я бы тоже там администратора может идти. То есть, в начальстве. Ну. Я, что. Здесь по 8-й. Думаю. Попробуем. 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 Ну, как бы, те же значения. Там мы будем дублировать. И вот, в принципе, какое-то подобие есть в этой панели, которая есть. Мы уже 306. Попробуем. Попробуем. Вот здесь вот смотрится, куда поступают. Вызовы на 306, на 309. И они пришли с 801. Попробуем. Попробуем. Вот здесь мы можем, кстати, по WebRTC его раз-раз работать. Давайте откроем группу. Посмотрим. Группа вызовов. В ВТС есть такие вещи, как группа вызовов. Группа – это упрощенный вариант точности. Группе вызовов тоже присутствуют агенты, либо телефоны. То есть, участники этой группы, члены этой группы вызовов. Вот. Группа вызовов бывает просто группа вызовов, когда поступающий вызов на эту группу инициируют звонки на всех телефонов. Либо группа пейджинга. Группа пейджинга тут вообще-очень все сложнее так. Пейджинг бывает на каждый телефон отдельно. Вот так. Есть Multicast пейджинг. А Multicast пейджинг – отдельная тема. Сейчас мы в нее залезем тоже посмотрим. Вот. Ну, вот допа, да. Вот у нас есть группа 3CX, у нас есть группа, есть члены этой группы и есть калер. Калер набирает, звонят все, либо звонят по привитету. Первый – 10 секунд. Второй – 10 секунд. Третий – 10 секунд. Четвертый – 10 секунд. Значит, если там никто не дозвонился в этой группе, то этот вызов может быть направлен в какое-то направление. Вот. Опять же, в отличие от речи и идеи, у группы нет на панели операторов, он не может видеть, там, управлять, выбрасывать операторов, вернее, на панели менеджера нет, не может менеджер выбрасывать операторов из этой группы. Вот. Члены группы создаются прямо непосредственно в саму группу. И тут, собственно, рассматривается, да, как будет у нас вызов приоритет. Если занят, если не занят. Вот. То есть, эта группа, она пропускает, не занят, а вызов. Нас приборов. Вообще не агент, а членов. А членов. А членов. Вот. И такая вот штука, которая делает звонить все, да. То есть, те, которые ДНД не звонят, те, которые участники, они просто звонят и все. Вот. И в настройках можно настроить вот по данному направлению. Если в группе был не ответ, то есть, если все, допустим, на группах менеджера, да, и на входящий вызов я один менеджер не ответил, то этот вызов уходит в указанное направление в игре, а в очередь, номер и так далее. Кстати, вот что интересно по этих плюсках, да, что в группе, допустим, есть разделение по номерам, по номерам. А вот в других, допустим, в очереди, ну, в очереди, ну, может быть, в очереди, нету. В обходящем маршруте там просто есть extension, там либо приложение, либо еще. То есть, там нет разделения на очереди, на сервисы. А тут есть разделение по типу сервиса. Вот, да. Вот, нет, видите. А в группе вызовов есть следующая обработка пропущенных вызовов. Если звонят все, то при не ответе все агенты группы будут уведомлены. Вот, если никто, звонок отвечен агентом группы, то никто не будет уведомлен. То есть, на группе есть такая вещь, как уведомление о том, что вы пропустили вызов. Вот, если есть, это если звонят все, да. Если есть, если указан вызов к приоритету, там 1-й 10, 2-й 10, 3-й 10, вот, то при не ответе все агенты группы будут уведомлены, точно так же, как и при, звонят все стратегии. И после ответа агента группы, предыдущий агент группы, пропустивший вызов, получит уведомление о том, что вызов будет пропущен. Вот, так же тут есть обработка сброшенных вызов. Зависит от стратегии вызов. Если звонящий сбросил вызов и звонят все, то все агенты группы будут уведомлены, уведомлены. Если вызов к приоритету, то агенты группы в момент сброшенного вызова будут уведомлены. То есть они получат уведомление. Вот такая вот есть возможность с отправкой уведомления. Дальше идет у нас пейджинг-группа. А пейджинг-группа может быть объединять в себе несколько номеров, то есть несколько новых телефонов. И чем пейджинг отличается от группы? И тем, что в инвайде, когда отправляется на телефон в инвайде, есть определенный атрибут, который указывает, что не нужно телефону поднимать в группу. Он называется пейджинг. Значит, этот вызов сразу отправляется на громкоговоритель телефона. Давайте мы этот пейджинг сейчас в группу либо создадим в АТС и сразу ее пейджингом сделаем. Пейджинг или пейджинг через многоадресную передачу различается следующим образом. Пейджинг может работать с локальными, с удаленными, вот со всеми. Со стунами, с SBC. Ну, стун, насколько мы знаем, да, это в интернете зарегистрированный телефон товарища. Он не называется как стун. Стун тип регистрации. И вот этот вот обычный пейджинг, он работает со всеми. То есть адресы на телефон поступают в байдинг, там включение в громкоговоритель. Можно в SBC сигнализации посмотреть, что это за пейджинг. А если у нас выполняется пейджинг через многоадресную передачу, то тут, я думаю, в этом многоадресную передачу будет проблематично реализовать со стун, поскольку эти телефоны находятся в интернете. Многоадресная передача, мы там дальше увидим, она вещает с SBC потоком на адрес Multicast. Вот адрес, при вещании на который эту информацию, это вещание принимают все устройства, находящиеся в пределах данного сегмента сети. А Multicast нельзя выпускать за пределы сегмента сети, иначе это уже будет плохо. Тем более, Multicast нельзя выпускать в интернет. В интернете эти все вещания не идут мини-кастом, а в Multicast там только какие-то провайдеры в рамках своих сетей идут в Multicast вещания. Тут даже дальше показывается, как создать пейджинг-групп, как создать Multicast. Давайте вот Multicast поставим потом, мы ее будем сейчас разбирать. Это делается с помощью Bireshark и SpeedUp. Но мы создадим вот эту вот группу вызовов, которая нам даст просто обычную... Не здесь, а вот здесь, пейджинг-группа. Пейджинг без Multicast. Так, если мы используем Multicast многоадресную передачу, да, пейджинг-с многоадресную передачу, то у нас здесь указывается вот этот адрес 244.01.75. По вот этому адресу, это Multicast-адрес в любой сети. Этих адресов как бы несколько, да. Кто знает сети, он знает, что там есть Multicast в этой сети. По этим Multicast вещает система Windows Deployment, Linux Deployment, то есть, когда образа удаленно развертываются, они работают по Multicast. И опять же, по этому Multicast может идти вещание WebK, видеокамер, которые у нас присутствуют. Вот, висят, они могут вещать по Multicast. Давайте забирать определенные педали, есть у них такая, если еще ребра, есть у них такая возможность. Вот, есть возможность вещания, опять же, телевидения, рам, делать через Multicast. И вот у нас есть возможность Multicast вот здесь. Есть отдельные бродкастеры, у нас тоже они продаются, по-моему, фанвилла. И, кстати, бродкастеры не настраиваются на слушание Multicast. И в цехах, барабандах, вокзалах, залах, каких-то конференц-залах, где нужно делать помещения. Помещения, они вешиваются. Вешиваются, получается, в упорах, и вот поэтому Multicast уйдет помещаемое. Дальше, давайте создадим вот здесь вот у нас добавочную группу. Добавочный номер, да, он сразу идет 802. И, кстати, вот 801 у нас в очереди был. Следующий серверс у нас 802. Он у нас окажется пейджингом через адресную передачу, через Multicast. Вот, и мы сюда добавим два телефона. Один 308, другой 309. Нажмем кнопку ОК и посмотрим, как у нас тут все заработало. Кстати, вот сюда же, на этот же серверс можно добавить какой-то DTI. DTI. То есть, сразу к Трампу привязать, если мы сейчас все это привяжем, на него позвоним, у нас там вызов идет сразу. Но у нас там он на очереди висит, возможно, он понадобится, поэтому мы сейчас даже не найдем этот номер, мы его должны будем отобрать. Добавляем пейджинг в другую группу, введем ее название. Название этой группы будет Пейджинг-1. Нажимаем кнопку ОК. И вот мы должны, да, установить диалкод. NASA повещает о том, что мы должны добавить диалкод, и, собственно, группа там сохраняет. Соответственно, мы что, должны сейчас закрыть, да, и все настройки полетят, но мы так делать не будем. Ну, раз, вот здесь вот, ворон, завязываем опять, вот здесь, мы получим диалкоды. Вот здесь вот, для пейджинга 62, 63, а потом звездышку 50, я уже не помню ту звездышку, чуть-чуть эту тоже обвести. 50, давай, звездышку, 50. Ну, вот, вложки 50 у нас будет всегда пейджинг. Все, берем. Ну, и тогда мы можем эту группу создать, да. Все, берем. Так, давай сейчас позвоним на 802. Раз, 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 раз. Видите, у меня уже это пошло между компонентами. То есть, в основном, это только создается, когда один и руководитель, да, он своим подчиненным по пейджингу что-то сообщает, либо какое-то совещание там всем отделом, всем отделом, всем телефоном там создать совещание. Давайте еще раз попробуем. Раз. 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 inas college. У нас была здесь очередь, а мы здесь на ОК и отправим дальше, рабочую или не рабочую. Нажимаем ОК. Так. Ну и собственно убираем. Мы, кстати, хорошие телефоны, мы рабочие. Всё, теперь да, убираем. Раз, раз. Тут он и телефон, и софтфон, и браузер. Всё, всё как-то у меня включено. Поэтому как-то он не хочет. Соответственно, вот здесь, да, я ещё забыл сказать, что в телефоне есть режим софтфон, есть режим Desktop CTI. И при прошивке, когда мы прошиваем телефон прошивкой ECX, и он автопровождение будет, да? Софтфон ECX. По специальному протоколу идёт управление данным телефоном. Протокол сравнительно, скажем, его разработали и доработали сравнительно недавно для данных телефонов. Соответственно, вот этому протоколу идёт управление данным телефоном. Вот. Мы здесь вот делаем как QW, как Desktop CTI. Всё. И так же мы в Уране открыли вот этот 306. У нас сейчас вот, если я нажимаю, у меня здесь вот сразу входящий, да, слышится. Ну, здесь тоже его должны. А, на телефон он что-то не идёт. Вот, там, 366, на телефон, вот, как говорится. Вот, да, он в веб-интерфейсе. Раз. 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 Здесь он просто звонит, я ему должен ответить. То есть веб-клиент, мне идёт пейджинг, да, пейджинг, пейджинг. Веб-клиенте он не работает, вот в этих штуках он не работает. Давайте просто возьмём веб-клиенте и мы его разлогинем. Вот в первом флагине, я надеюсь, он больше мы где-нибудь не понимаем. Он никогда не вошёл. А вот здесь, да, у нас это, система управления сети и приложений. То есть у нас запущен режим сети приложения. Пробуем звонить. Вот он. У тебя больше он не будет вступать. Раз. 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 Он хочет мне заходить туда. 309. У тебя второй оператор. Раз. 306, да? Систой. Листа. А он вообще не принимает нас. Почему? Он светится зелёным, но он дал мне что-то, видимо. Ну, там ещё какой-то телефон есть, который у нас через вот на SBC. Запишите сообщение. Не-не-не-не-не. Всё, всё, хорошо. Всё. Так, давайте позвоним, сейчас попробуем его пошатать. Короче, будем думать, что на него пришёл, на него даже обычный вызов. У нас он как-то расстроен. Давайте. Я такой человек, что я люблю, если что-то не работает, залезть на него, посмотреть. Всё-таки, насколько я смогу сейчас эту причину поискать. Т-46, да? На Т-28 у нас какой-то левый номер врач мой зарегистрирован, по-провизиону. Мы вчера лево прописали. А на Т-46 у нас через вот этот вот девайс, через SBC, да? Вот. 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 А, паски. Не знаю почему. Он 186-й. А здесь... Да, нет. Здесь он тоже 186-й. Да, у меня один из SBC есть. В заведом. Он стоит. Вручную. Мы вчера тут его вручную настраиваем. Мер. Мер. И вот еще второй есть. Т-46. Через SBC, 166-й. У нас в качестве PISP-9. А, этот у нас вообще по стуну работает. То есть он... Да. Это мы по стуну, по ссылочке. То есть извне вот даже у нас здесь видно. Сорок шестой у нас напрямую. Не видим. Ну, ладно. Хорошо. Будем думать. Значит, итак. Мы посмотрели очереди, посмотрели как они и работают, чисто послали теоретически. И посмотрели... Нотик. А, группа. И посмотрели одну группу, которая у нас стала Paging-группой. И также отправили сообщение на громкоговоритель. Причем это сообщение двустороннее. Вот. Это вообще называется даже не Paging, это Endicom называется. Сколько... У нас две стороны люди могут общаться и слушать друг друга. Вот. Вот. А Paging у нас идет только в одну сторону обычно. Если мы сообщаем, он здесь, это сообщение появляется. Вот. Только так. А так мы можем две стороны слышать. Да. Вот. Раз. Сейчас я... Раз. Вот. Да. Да. Раз. 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 Вот видите, у меня это идет, соответственно, я вот двух сторон. Две стороны идет сообщение. Я могу слышать следующее. Это такая вот прощенная конференция. Принутительно возникает эта конференция. Но следует отметить, что мультиказ, да, он тоже. Но он может использоваться только ограниченно. И мультиказ должен быть на этих телефонах. Обязательно включен. Пусть он по умолчанию запрещен. Телефон не вылавливает. Значит он будет включен, да. Там нужно указать адрес. И тогда он сможет с этого адреса ловить мультиказ сообщение. Включается он в телефоне. Включается он в телефоне. 250. 271. Настройки, контакты, нотикас тайпи. Здесь нужно настраивать какие-то кодреса, то есть фактически информацию дает. Нотикас трансляции использует приоритет, и он вылавливает отсюда эту информацию. По умолчанию с нотикас то телефон настройки. Он ничего не заберет. Если он будет протекать, то он будет молчать. То есть на это нужно настраивать и ВТС, и этот же адрес запихивать сюда. Да, вот эта группа пользователей и их права в группах. Вот мы должны посмотреть. Голосовое меню. Голосовое меню, а потом залезем в голосовую почту. В голосовое меню сейчас посмотрим. Голосовое меню это и есть как бы электронный секретарь либо телефонный секретарь, либо автосекретарь его еще называют. Альяр его еще называют. Вот и здесь мы рассмотрим, какое оно бывает. Как вынастраивать, как подключать напрямую добавочную голосовую. Голосовое меню нужно для приветствия и возможности до набора дополнительного номера при поступлении ходящего вызова нашего ТС. Для голосового меню используются звуковые пары. Их можно записать с помощью кнопки на экране. Также этот файл можно в данном формате записать в микрофоне, записать, ну скажем так, в ПТ-студии. Студенчатая с большим диапазоном, с большим, с геологическим диапазоном. Частотой записываем. Его можно сжать с помощью Audacity и с помощью программы SoC. Вот. Голосовые меню бывают типа простые. С помощью клавиши 0.9 можно набирать, скажем, какой-то внутренний сервис. Нажмите 0 на связи с секретарем, с оператором. Нажмите 1 для связи с отделом продаж. Соответственно, по единице отправим на ДНР. Нажмите 2 для связи с отделом закрыта. Возьмите 2 для связи с отделом закрыта. Вот. И здесь, как бы, вот эта вещь, она тоже используется ДТНР-код. Просто цифра там будет одна. Мы всё равно будем понимать. И так же есть ДТНР-код, как бы, внутреннего номера. ДТНР-код. Он тут показывает только по ДТНР-код. Простые вопросы, которые можно читать. Но в этом месте ДТНР-код это ДАННОБОР ВНУТРЕННЕГО НОМЕРА ЭКСТЕНШНО. Также по голосовому меню можно выполнять запуск сприкта. Сприкт у нас делается на Home Designer. По голосовому меню можно выполнять запуск ДТНР-код. Также по голосовому меню можно устанавливать бутильный напоминалку. Оно будет в определенное время звонить и проигрываться. И так же вот голосовый меню выполняет интеграцию с Microsoft Exchange. Он выполняет передачу функциональности голосового меню на серверы XChain. То есть интеграция с XChain. Сейчас вот именно в последней версии PizzeX они порт сделали на интеграцию с Microsoft Exchange, с Microsoft Exchange, с сервисами распознавания текстов. То есть там довольно хорошо. Далее. Чтобы создать басовый меню, нужно в арбитуру создать консоли, проверить, добавить, делать название, выбрать тип, выбрать файл либо стандарт, либо записать. И выбрать язык голосового сообщения. Внутри меню там также возможно еще системные сообщения. И они, соответственно, будут определяться общим языком системы PizzeX для голосовых сообщений, которые мы выбираем на контакте XChain. И за меню можно отправить вызов. Завершить отправительный номер на группу на общих номер. И так далее. Отправить какое-то приборное приложение. Это набор по кнопке. То есть мы позвонили, нажали 1, 2, 4, 5, 6. Кстати, там решетки и звездочки. Вот. Вот. Также здесь настроена очень прикольная игрушка, которая называется «вызов по имени». Значит, вызов по имени выполняется, если я отправил из голосового меню, есть отправка на вызов по имени. То есть мы будем по этому, да? Тогда необходимо первые три буквы набрать в ДТ-рехе. У нас в телефонах буква соответствует цифрам. Здесь. На пятую цифру возникает. На выход каждую цифру возникает. На выход каждую цифру возникает. Рядом, на выход. Вот. И набрав три вот этих группы, то по имени система произведет класс. Для вызова по имени требуется создать индивидуальное сообщение для того, чтобы оно поигрывается. Если требуется больше одного совпадения, то будет воспроизводиться это сообщение. Вот. И будет выполнен запрос выбора для пользователя. То есть система скажет, кому вы хотите. Какая вот вещь у нас есть. Так. Здесь A, B, C, A, B, C. Для кириллица мы это не смотрели. Мы это не проверяли. Но для латиницы точно это работало. Мы можем просто спясти голосовое мнение, чтобы стандартные способы не смотреть. Мы просто попробуем вот эту плюшку. Плюшку надо проверить. Голосовое мнение. Голосовое мнение. Прямо подключение. Но здесь вот он имеет в виду, что необходимо дополнить вот до бабочного номера внутреннего. И, собственно, с этого номера пойдет в правку вызова. А этот номер пойдет в правку вызова через голосовое мнение. Вот. Если номер не верен в наборы, или если тайм-аут после того, как мы на голосовое мнение вошли, то если тайм-аут пройден, да? Или если номер не верен, тогда система ATS отправит этот вызов по одному из указанных направлений. Он может повторить сообщение, может отправить в AVR, может выронить. Это данный вызов. Он закончил. Вот. Я его тоже показывал. Да. Оно не имеет номера, если так и называется. Оно автоматно играет в период общих праздников, если там не заданы собственные голосовые сообщения записаны. Вот. И также это голосовое мнение имеет идентичные настройки страдатного голосования. Вот. И здесь показано, что доступны две схемы вызова. Когда входящий вызов попадает в праздник, время доступно или недоступно, входящий вызов приходит. Если у нас голосовое сообщение доступно, присутствует в системе, тогда да, воспроизвести то сообщение, которое у нас было записано. Вот. Если нет, тогда производится голосовое сообщение call. Вот. И из этого голосового меню, кстати да, после воспроизведения голосового сообщения отправляют опять на двор. Вот. И в этом меню уже настраиваются, скажем, те действия, которые разрешено будет сделать из праздничного голосового меню. То есть в праздник мы можем позвонить на это голосовое меню. Оно проиграет сообщение там стандартное какое-то какое-то такое, да. И по этому меню можно отправить вызов. Какой-то номер. далеко. Вот. Вот у нас вот так форма поясовое меню. МТС настраивается. Давайте сейчас чуть-чуть настроим. У нас там есть номерчик. Дальше, дальше, дальше. Давайте настроим вызов поедем. Так. До 46. 306 наказание. Он у меня должен был пожелтеть, но он не пожелтел в силу каких-то ключей. Но я ему просто задал, что он у меня находится в перерывах. Он у меня, кстати, да, он совершенно справедливо отработал. И мы графики как бы немножко посмотрели, что он по общему приоритету у меня в ответ там одни графики, по-моему, были созданы, да. А здесь я перекрыл, вот сделал перерыв для вот этого номера. Все остальные работали. А вот этот вот у меня по индивидуальному графику шел вот так. Это не номер. Это не номер, это я. Его сделал, а потом забыл. Сейчас я тут что-то отключу и на него вызовы пойдут, и он у нас хорошей. Запишите сообщение. Нам должны, значит, после того, как мы настройку делаем, там происходит перегрузка, перегистрализация некоторых сервисов, поэтому тут может еще и время пройти. Еще и такая акция. Вот, ну, все, возвращаемся к нашему меню. Вот, у нас вот есть 800, которое называется тест. Я там вдруг попытался что-то сказать. Это то, что пытался сказать, записано. Вот, ну, видит тест АВАП, здесь живет. Вот, не будем его менять, причем не будем нам мешать. Вот, я хочу по кнопке 0 вызвать какого-то абонента. Вот с 36-го, если я буду набирать, что-то будет нормально, да? Я буду набирать опера, это 2. Опера, опера. Попробую сейчас с вами будет делать. Видишь? По кнопке 0 я сделаю вызов по имени. Я наберу опера, и он тоже будет меня подключить. Тут же так же, вот, простое голосовое меню. Оно гибкое. Оно гибкое, и глубокое, и разлетенное. То есть можно здесь по кнопке 0. Да, это вот, например, пол. То есть, который в High Days проигрывается. Да, тут тоже можно поназначить. Нужен набор какой-то сделать. Вот, и по кнопке 0 у нас вызов провалится, вызов по имени. Так же можно, еще есть такая плюшечка, которая позволит нам запустить скрипт. Управить голосовое приложение, если мне его сюда забудут. Тоже голосовое приложение, оно вообще-то на разветвленном, в том числе на языке программирования, может сделать логику обработки вызову. Нажимаем ОК. Восемьсот, я сейчас буду набирать. И да, я тоже об этом уже говорил, с 0 по 9, да, вот решетка и звездочка тут не отрабатывает. Иногда просят набрать какую-то звездочку. Нажмите звездочкой 1 для выхода. Туда, звездочка 2, туда, туда, звездочка 2, туда. И плюс. Значит, по единице, допустим, здесь можно соединять вот это вера с другим вером. Либо можно его зацепить. То есть нажмите клавишу 1 для повтора предыдущего меню. Не для возврата предыдущего меню, а для повтора данного меню. То есть можно сколько угодно в глубину этих несколько меню воссоздавать. И таким образом из одного меню провалиться во второе меню и возвращаться из второго меню в первое. Восемьсотые мы сделали. Сейчас мы на восемьсотые. Позвоним и берем оператор. Оператор у нас 2. Оператор 1, оператор 2, оператор 2, оператор 2. Сейчас включу. Восемьсот. 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 Звоните. Сейчас. Так, добрый день. Денис. Здесь мы посмотрим в компании фематика. Пожалуйста, наберите внутренний номер оппонента. Нажимаем. Не нажимаем не. Пожалуйста, введите первые три буквы фамилии абонента, которым нужно позвонить. Внутренний номер не найден. Пожалуйста, введите первые три буквы фамилии абонента, которым нужно позвонить. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, добрый день, вы позвонили в компанию «Пиматика». Пожалуйста, наберите внутренний номер абонента. Нажимаем «Пришку». Окей. Ну что ж, поищем у нас какой-то номер 300, по OV4. Ну давайте 300. Мы сейчас за-за-за-за. Карабанит? Так, телефон. Да, карабанит. Так, опять же, я не могу. Тут либо нужно дождаться, пока он наберется в руку, либо с цифрами, когда он по ДТМ поопределяет и делает сопоставление. Я точно не понял, но, по-моему, там в буквенный режим переходим, вот, когда набираем эту работу. Вот, эта работа. Ну все, давай. Я поставил меню. Нажимаем «Ноль». Пожалуйста, введите. Так, я тут все-таки еще кое-что продумал. Я все-таки попробую это через секрет еще сделать. Вот, я проверю это дело. Отправлено на это, там, в основном меню. Айгар 880. Айгар 880. Айгар 880. Айгар 880. Айгар 980. Я тут сделаю вызов, он просто уйдет. У меня есть сообщение. И я вот здесь могу. Но в любом из случаев мы можем из IVR набрать внутренним 309 309 набираем выбор звонит раз и отвечаем можем по единице отправить на 309 То же самое, когда мы наберем номер, вы наберете единицу и он отправит на 309 Вот это у нас IVR, который мы проверяли на набор по номеру, чтобы запустить не получилось Теперь давайте перейдем в голосовую почту и посмотрим, что у нас есть в голосовой почте Вот, голосовая почта, для голосовой почты нам понадобится тот же Уран Голосовая почта у нас отображается вот здесь На него сейчас отправляем вызов, да, если у него вызов не уходит, то отправляется голосовой почта Вот, в данном модуле мы посмотрим общую информацию, посмотрим на больше уведомлений Создадим приветствия Вот, теоретически посмотрим распознавание голосовой почты в текст Вот там, вот так, спит, этот текст должен подключать, там отдельная плата за него Поэтому мы сегодня это не подключим Где настраивается квота, где настраивается безопасность голосовой почты, да, вот квот безопасности И посмотрим в экземном итоге голосовой сообщения Голосовая почта включается по умолчанию у всех внутренних номеров Она для каждого номера Имеет тот язык системных сообщений, который настроен на данный номер Вот, у нас, вот, есть пользователи, да, у всех пользователей этот язык он вашим Но мы на каждый номер можем сюда ввести еще английский Вот и можем, как бы, добавить тот язык, который будет для данного пользователя более удобным Соответственно, этот язык, там, используя систему, вот, не уметь По умолчанию тут был английский, вчера мы установили еще русский Вот, также, вот, использовался региональный язык данного абонента, допустим, в Казахстане, в Беларуси, там, свой язык Вот, но для этих языков, как бы, вот, просто их нет в системе Вот, их тоже можно создать, вот, стандартные книги Какие голосовые сообщения Голосовые сообщения могут быть использованы для отправки внешних вызов через наш канал То есть, когда мы выбираем свой номер голосовой почты, мы можем все осуществить внешний вызов через наш канал Вот, также, через голосовую почту можно сделать статус профайл Вот, при приходе голосовой почты, да, у нас, значит, 308, приходили, на 309 приходила голосовая почта И у нас мигает VMI Это индикатор, который показывает наличие голосовых сообщений На 309, там, 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 1000 было, да, на 2000 сейчас посмотрю Поопражняемся с этой голосовой почтой Вот, значит, голосовая почта уходит на электронку Отправляется уведомление В уведомление сложено VAR Плюс это FAA Вав Можно сразу же отправить и удалить с этой голоса Так же, в лице в клиенте В клиенте есть В дополнительную голосовую почту Так, в клиенте его показывают Вот, так же мы можем посмотреть Приветствия для голосовой почты Можно записать с помощью телефона Вот Можно использовать приветствия по умолчанию Что мы и сделаем, да, но не будем искажаться сейчас Ну, там тоже точно так же была кнопка Можно точно так же записать Вот И Можно использовать различные сообщения для индивидуального профиля То есть, если у него один профиль Если один статус Одно сообщение проигрывает Если другое, то другое Вот И в правилах переадресации Мы это как бы видим Что для своего статуса Можно выбирать собственное голосовое сообщение В голосовом сообщении можно настроить Транскрипт При образовании речи в текст Это Осуществляется с помощью Google Spets API Значит Это Доступна Версия Pro Enterprise Только на этих версиях ОТС И Значит Это Включено глобально Для всех Добавочных Номеров То есть Для всех номеров Можно Отправлять Текст Транскрипт Голосовой почты Это Доступна Значит Сам текст будет доступен В Клиенте И Сам текст будет доступен В Сообщении В Кронной почте У каждой Голосовой почты Есть Плота У каждой Голосовой почты Есть Плота Эта Плота Указывается На Размере Диска ГБ 5 ГБ Голосовой почты И Тут Указано Что Можно В течение 30 дней Автоматически Удалять Голосовые сообщения Можно Указать Процент Заполнения Дисков Удалять Голосовые сообщения Для безопасности Голосовую почту Нужно Отключить Также Используется Пин-код После Трех Неудачных Попыт По Мортификации Значит Будет Этот Абонент Заблокирован Для доступа На 3 минуты По умолчанию Здесь Выставлен Четырехзначный Пин-код И Может быть Увеличен До 10 По умолчанию В параметрах Здесь Заблокирован На Возможность Вызова На Внешние Номера И Для Голосовой Почты Можно создавать Зерную копию В общем В Настройках Бэкапа Настройках Зерной копии Мы Можем выбирать Какие Сообщения Голосовые Можем выбирать Сохранять Или не Сохранять Голосовые сообщения Сохраня Сейчас Попуяем Голосовой То Что Согласно Слайдам Который У нас То Что Есть На 306 Сейчас Мы Наберем Лист Но Перед Этим Мы Сделаем Его Статус Статус С Ответ Внешнюю Обязание Пристечении Времени 20 секунд Давайте Через 5 секунд Его Отправим На голосовую почту И посмотрим Что там за голосовых сообщений Давайте Настроим Через 5 секунд Включить Настроили Сейчас Сохраняем 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 Да И у нас голосовая почта Будет принять 5997 Так И 306 Мы потом С клавиатурой Сможем Набрать Пробуем Набрать Старт-код Для конструкции И все Набираем Набираем На 306 Вот он звонит И Через 5 минут Запишите сообщение Затем Нажмите решетку Или нажмите звездочку Для соединения С оператором У вас присутствует Голосовая почта Нажимаем звездочку Для сохранения сообщения Нажмите ноль Для повтора Нажимаем ноль Сообщение Сохранено Сообщение Сохранено Вот оно Голосовое Сообщение Здесь Послушайте У нас Я не пусс Через 2.0 Ватиси Бегут И вот у меня Здесь Сообщение Есть Нажмите Расчеты Насохранить Нажмите Либо Направить На телефон А он Телефон Телефон Отправляет Вот, собственно, вот оно голосовое сообщение на 309. Также мы можем отправить голосовое сообщение на 309, на сам телефон. А, вот, подбежение сетя. На движение сетя. Вот, да, подбежение сетя. 309. Так, по-моему, у нас 20 секунд будет морожен. У нас 20 секунд для картин, корректируем 309. У нас для голосовых сообщений будет звониться 5 минут, 5 секунд, 5. Раз, два, три, нажимаем агрессорку. Сравни. У нас 20 секунд. Пожалуйста, введите персональный и дедиктор. Пожалуйста, введите персональный и дедиктор. Для изменения профиля нажмите 1. Чтобы набрать номер, нажмите 3. Вот, смотрите, нажимаем 3. Администратор запретил этот вызов. Вот, администратор запретил вызов. Значит, где я нажал 3, там можно набрать номер, да? Там можно отводить вызов. Пожалуйста, введите персональный и дедиктор. Я хочу просто отключить. Просто взять и отключить. Чтобы было как раз выводить, и дальше поиграться с этим. У вас одно новое сообщение. Для прослушивания сообщений нажмите звездочку. Для изменения профиля нажмите 1. Чтобы набрать номер, нажмите 3. Для удаления всех прослушанных сообщений нажмите 4. Для изменения идентификационного сообщения нажмите 5. Для прослушивания информации о голосовом ящике нажмите 6. Для изменения пин-кода нажмите 7. Для изменения приветствия нажмите 8. Для повторного меню нажмите 9. Да. Администратор запретил этот вызов. Вот, и по тройке здесь я смогу увидеть исходящий вызов. Да вообще, после этого, значит, у меня сейчас уже другой меню появится. Да, а также отсюда нужно менять статусы. Статусы профиля данных. У вас одно новое сообщение. Для прослушивания сообщений нажмите звездочку. Для изменения профиля нажмите 1. Нажмите 1. Нажмите 1 для установки статуса доступен. Да. Это через голосовое сообщение. Нажмите 4 для статуса пользовательский 1. 5 пользовательский 2. Вот, и для пользовательской статуса. Во-первых, да, во-первых, мы хотели старт-код найти. Для голосового пункта. Тоже, если, допустим, в телефоне нет кнопки месседжа. На своем сообщении. Тут нужно старт-код. Голосовое поиск. Да, старт-код голосового поиска. Тут работа с голосовым поиском. Да, 999. Там не старт-код. Там 999, наверное. Стар-код, там, другие системы. У вас одно новое сообщение. Вот, все. Для прослушивания сообщений нажмите звездочку. Для изменения профиля нажмите 1. Чтобы набрать номер, нажмите 3. Для удаления всех прослушанных сообщений нажмите 4. Для изменения идентификационного сообщения нажмите 5. Для прослушивания информации о голосовом ящике нажмите 6. Для изменения сим-кода нажмите 7. Для изменения приветствия нажмите 8. У вас одно новое сообщение. Для прослушивания сообщений нажмите звездочку. Для изменения профиля нажмите 1. Чтобы набрать сообщение от 3. 0. 6. Вот у нас вот так намного. У нас уже сообщение. Вот, есть где-то глобальная настройка, которая нам по тройке позволит набрать нисходящий номер. То есть номер, который у нас пойдет через страну. Круче, это где-то здесь можно поискать. Не должно быть описано. Там настраивается по-моему. Какая-то настройка, по которой можно открыть разрешение, где-то она здесь есть. Какие-то дополнительные права. Вот здесь вот, скорее всего. 309-го мы звонили. Вот здесь вот, выполняясь вызовом. Группа пользователей и права группы пользователей. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Значит, в АПТС пользователи объединяются в группы. Вот, я уже создавал одну группу. Она называлась у нас, да, нормальный джеквекс. Да, это там, где я делал менеджера управляющим для очередей. В новой версии, да, там галка все равно отключается. То есть, она не через вот эти вот, но, например, очередей, включается. Включается профиль, а там включается. Именно настройка. Настройка почеки задается именно. Цель для создания групп у нас следующая. Допустим, нескольким абонентам нужно присвоить некоторые права в рамках определенной логической какой-то группы. Эти права могут быть, точнее, эти права строго перечислены в данной системе пенсионистов. Один и тот же абонент может быть членом нескольких групп. Вот. И, значит, несколько, точнее, абоненты могут видеть других пользователей в разных группах в зависимости от установленных разрешений. Абоненты имеют возможность управлять, возможность функционала управления в других группах. Если у них соответствующие выставлены права. Значит, права разделены в 30x для групп на роль менеджера и на роль пользователя. когда мы в АТС создаем группу, мы создаем группу, да? Новая группа. Мы добавляем в эту группу участников. Мы для этих участников назначаем права в этой группе. Права для менеджера и права для пользователя. права для менеджера. Мы можем задать определенный набор правил. Мы же сейчас посмотрим. Соответственно, вот эти вот пользователи, они в рамках данной группы, вот эти вот добавочные номера, они имеют профиль для только пользователей. А пользователи имеют право делать ограниченные только перечисленные действия, которые вот здесь выделены. То есть, эти номера, которые присутствуют в данной группах, могут выполнять только вот эти четыре действия. Если мы сейчас в группу добавим еще какой-то номер, вот 308-й добавим, да? То этот пользователь, этот номер у нас будет менеджером. Это номера, которые будут пользователями в этой группе, то есть, они будут иметь вот эти вот привилегии для пользователей. Вот. И у каждого номера также в каждом номере в каждом экстеншене. У нас есть вот эта вот вкладка «Права». И в «Правах» у нас перечислено участие в группах. Значит, в этом участии в группах права могут быть следующие. Либо пользователи, либо менеджеры. В зависимости от того, какой у нас профиль применен к данному пользователю, какая у нас роль либо пользователя, либо менеджера установлена для данного номера. Вот. Соответствующие будут у него права, привилегии. Значит, точнее даже не пользователи в группах, в новой группе у нас 7 пользователей. Да, я хотел добавить сейчас 308, он, я думаю, что там опять залез. Ну так, давайте мы зайдем в 308. Да, мы зайдем в 308. Точно. Мы его сейчас добавим. Да, я вот так хотел показать. Окей. Добавим. Значит, добавили. и в пользователях 308 открываем и в правах мы ему задаем вот в этой группе новая группа, да, роль 0. И у него и прав получается больше. Все, задали. Дальше, если мы откроем группу, вот здесь у нас 7 юзеров и 308 у нас уже станет здесь в меже. Вот. Также, если мы создаем вот эти вот группы безопасности или группы каких-то определенных прав, да, группы привилегий. То есть привилегии на вот эти вот номера делаются в рамках группы и помещая номера в группу мы этим пользователям даем те или иные привилегии. У менеджера, соответственно, может быть больше привилегий те, которые мы выставим для роли менеджера в данной группе. И у пользователя может быть меньше привилегий. Привилегии выставляются на следующий элемент. Это видеть членов других групп, видеть вызовы других членов групп, видимо, когда эти вызовы появляются у нас в панели userbue, либо когда мы здесь видим наших пользователей, соседей. Да, и соответственно, мы можем настраивать видимость вызовов, видимость группе членов и видимость статуса. Также мы настраиваем возможность публиковать свой статус для всех пользователей и публиковать информацию о своих вызовах для других членов групп. Также с помощью этих групп можно разрешить клиниваться в разговор, подслушивать, подсказывать в рамках данной группы. Здесь мы можем разрешать выполнять интерком вызовы, парковать вызовы, управлять вызовами, которые взаимодействуют с голосовым меню Авиар, управлять записи в корпоративной адресной книге, выполнять операции секретаря, установка статуса, напоминания, звонков в будильниках, инициализация, отключение добавочного номера, въезд, выезд гостя. Вот это для отеля. Вот эта штука, она для отеля. Есть модуль отель. И видеть записи разговоров группы. Записи разговоров группы у нас записи в личном комбинате. Обычно обычных пользователей права ограничены. Опять же, на номере тоже есть эти, в зависимости от того, какие присвоены здесь роли, какая роль присвоена в этой группе для этого пользователя, соответственно, в этой группе он будет иметь данные полномочия, привилегии подпользоваться. Здесь, допустим, для дефолта такой набор для менеджера, другой набор, там одна галочка исчезла, для пользователя такое. Видеть, менеджер пользователь, менеджер высеченный, менеджер не высеченный. В новой группе давайте попробуем права установить максимальные, вот здесь мы их добавим, мы добавим до середины, просто что-то было видно, чтобы это все можно показать. У нас есть пользователь, есть оператор 308, да? Вот, 308 у нас в дефолте и в новой группе. Вот, в новой группе менеджер одни права, пользователи и другие права, вот мы их настраивали для новой группы. А если это дефолт, дефолт это группа, в которую все помещаются пользователи, которые создаются в системе. Их можно туда выбросить, причиной могут по крайней мере дефолт группы. Вот, также с помощью групп можно делать, скажем, объединять пользователей по логические группы, которые могут звонить по определенным направлениям, это настраивается в исходящих правилах, в исходящих маршрутах. Допустим, можно сделать отдельную группу, которая может международные вызовы осуществлять и поместить ее, да, и также международные, междугородние, на какие-то направления, допустим, родни страны, там, Казахстан, Беларусь, либо далекая зарубь, давайте посмотрим у нас есть слайды, да, что они означают. Вот, по правам я тут вот рассказал, права действий парковка, вызовы, манипуляции с вызовами и так далее. Вот, есть еще индивидуальные права, в индивидуальных правах номера можно делать собственную настройку для каждого номера. То есть, мы можем открыть номер, вот у нас есть 309, да, он присутствует, мы можем просто обручную, он, по-моему, приезд, более пользователя, и вот что ему добавить, что в новой группе он как пользователь, видите, он как пользователь он имел четырех пунктов, они его еще добавили, и он 309 тоже светится как пользователь, но фактически этот пользователь 309, он обладает здесь повышенной правой. Да, там тоже была галочка публиковать статусы всех членов группы из данной группы, да, и это используется так, что если в одной группе А указано, что публиковать информацию в присутствии включено, вот, и видеть других членов включено, тогда пользователи и одновременно при этом в группе В включено публиковать информацию в присутствии и видеть информацию других членов, дабить статус других членов, то эти обе группы и абоненты из группы А и группы В будут публиковать и видеть статус друг друга автомат. Соответственно, для того, чтобы предотвратить, что кто-то кого-то не видел, то нужно выполнять эти комбинации. Назначать абонентам из группы А один режим отображения статусов, профилей статусов, и в другом один режим публикации профилей статусов, и один режим показа профилей статусов. И в другой группе, которая должна их видеть, настраивать другой режим. Таким образом, те, кто публикует, те, кто видит, из этих профилей нужно все это настраивать и правильно комбинировать. Тогда, если все публикуется, если все видится, тогда А должен видеть Б, абоненты А должны видеть статус абонента Б. Значит, вот в этом данном режиме, когда кто-то кого-то видеть не должен, если у нас абоненты Б публиковать информацию о присутствии пользователя Б, пользователя Б, это отключено, то есть он не публикует свой статус, тогда пользователь А не увидит его статус, потому что он не публикует, а пользователь Б будет видеть статус пользователя А. там на обеде он или ушел куда-то, или еще информация о присутствии, да. Он, по-моему, там будет просто серенький еще, либо он там, либо он не виден будет, либо он серенький. Вот еще один пример настроек, там, где для одних видеть отключено, для других видеть тоже отключено. Вот рамка группы пользователи А видеть не будут, а пользователи Б, там, как бы, видеть будут. Результат, в группе А пользователи А и Б, они друг друга видеть будут. Статусы присутствия публиковать включено, а вот видеть, публики включено. Вот, по-моему, из других групп они должны быть здесь. Пример настроек группы отображения статуса. Тут еще более сложная комбинация рассмотрена, можно самостоятельно разобрать. Это уже вариация получается, вариант, да, одна из вариаций. Статусы присутствия отображаются в веб-клиенте. Можно из веб-клиента и софтфона на одном компьютере, зайдя, допустим, в одном браузере под одним, вот здесь вот под другим, можно это все поиграться, посмотреть. Они светятся и отображаются в все группы, сотрудники, все группы, и там все группы, они здесь помогут. И вот группа D.Cole сегодня купил, уже можно было создать больше. Да они как будто у меня не серенькие, они у меня вообще не отображаются, те, которые здесь действуют. Панели операторов можно выбрать, здесь панель оператора, да, и можно выбрать, как клинница в разговор, выполнить перевод. Вот здесь показано, что можно из панели оператора выполнять эти вот действия, клинница, послушать, подсказку сделать и перевести туда. Запарковать вызов, запросить в камеру. Если он находится где-то в очереди, кто-то в текущий вызов, у нас, если есть вызов с этим товарищем, при вызове, при разговоре с этим товарищем, мы можем из меню вызов отправить по данному направлению, то есть совершить с ним манипуляцию. Вот, также через веб-клиент можно посмотреть, вот, записи разговоров, да. Вот, записи разговоров могут отображаться, как свои записи, так и групповые записи, согласно тех привилегий, которые настраиваются через группу. Давайте, мы сейчас появим эту галочку записи разговоров. Вот, здесь, чтобы видеть записи разговоров, просто-напросто мы должны эту запись разговоров здесь взять и активировать, да. Расположение, локальная запись, и окей, да. Так, когда вот это сколько у нас активируется, тогда у нас появится здесь запись разговоров. И когда мы будем в своих соседних номерах видеть в рамках группы записи разговоров других пользователей. После панели оператора у нас здесь есть такой вот должен быть микрофончик. Вот здесь, да, между панелей оператора и вот этим вот параметром должен появиться микрофончик после активации записи разговоров. Вот это микрофончик, и они тут должны отслеживаться. Можно давать доступ к другим пользователям на управление добавочным номером, на управление, на детальное управление добавочным номером. Также можно давать разрешение на управление с экранками, управление администратором, то есть полностью по номеру, вообще можно полностью админский доступ сделать. Возможность работы с отчетами давать и возможность скачивания записи разговора. То есть вот здесь административные привилегии для консоли управления А3Ц. В настройках аккаунта мы тоже сделали. Здесь, допустим, у нас есть 308, и мы в правах ниже. Это уже не относится к профилям, это уже не группы. Здесь уже в группах, они уже выставляются. Настройка идёт по консоли управления. Вan featured out это уже не относится. Тут можно управлять своим номером, управлять номерами в организации, управлять номерами в организационной группе. Да, то есть если дефолт, сейчас попробуем настроить, разрешать, разрешаем только свои, разрешаем, да? Вот здесь вот мы разрешаем, 309 права, 309 разрешаем, разрешаем в дефолтс, в новой группе, в дефолтс, короче, его везде разрешили, и поэтому он разрешает управлять все номерами, номерами в организационной группе, в организационной группе, в которой были указаны, вот это, вот это, вот это, вот это, вот здесь конкретно роль в данной группе не указывается. Вот, также на управление всей системой для этого аккаунта даются возможности администратора танков, системы, делание отчетов и скачивание записи разговора. Давайте, мы уже записи затронули, давайте перейдем к записи, да? Вот здесь мы рассмотрим, как включить записи вызовов, рассмотрим, в ком формате идет, как настраивать код и как настраивать код резервы. Запись доступна для добавочных номеров, есть возможность включать и отключать запись, она настраивается в настройках номера, в параметрах, там есть галочка. Вот здесь вот в Enterprise пользователь может, точнее, админ может разрешить или запретить отключать запись пользователя. В настройках номера можно отключить запись для данного пользователя, либо записывать все вызовы, либо записывать только внешние параметры. По умолчанию отключить, вот, и эта запись выполняется при вызове, тут появляется кнопочка REC, да? Значит, здесь вот есть галочка, которая нам разрешит пользователю, нам дает возможность разрешить данному пользователю включать и выключать запись, нажимая кнопку REC, приложение PCX или IP-телефона. В IP-телефоне есть тоже кнопочка, она называется RECORD, на нее назначается возможность записи разговора. Это доступно только в редакции Enterprise. Это для управления записью вызов. Вот, теперь, ну, запись вызов может вестись на локальный диск, на какой-то наисказе, на сан storage network, на сетевое хранилище, на сетевые папки, сетевые диски, сохранение и поддержку. То есть, через XMB-шару нельзя записать, через сетевую старую бинду, да, нельзя отправить на запись разговора, сохранение на запись разговора. Потому что аисказе, это фактически тоже, это интерфейс, который эмулирует эту сетевую папку. Можно аисказе-инициатор, либо сан, вот, записать. Во-вторых, можно облинуться и вообще смонтировать папку, да? Смонтировать ее по NFS-у на другом Linux-е и писать, куда тоже будет писаться. Вот, а вот сетевая папка по SMP-шару не будет облипываться. А NFS-ом монтируется Linux-папка. Ну, я думаю, это данная технология, она вот тут не рассматривается, она может как-то глючно работать. То есть, три вида локал диска, исказе и сан только поддерживать. Да, сетевые диски, папки, они не могут ими поддерживать. Вот, для записи разговоров устанавливается квота по умолчанию 5 гигабайт. Автоматическое удаление удаляет старые записи. Автоматическое архивирование подключает. Автоматическое удаление старых записей. Если мы автоматически архивируем эти записи, тогда эти записи не удаляются. Но мы должны, по-моему, выбрать это, выбрать устройство, куда будут архивироваться эти записи. Вот, и для записи можно выполнить уведомление e-mail. То есть, когда у нас квота почти расходуется, да, там указывается процент, если превышается данный процент, то лицекс нам на админский ящик начинает трезвонить о том, что у нас заканчивается пространство для записи разговоров. Вот. Файлы записи разговоров имеют формат обычный WAP 8 кг 16 бит. Используют кодоимпульсную модуляцию, кодоимодуляцию, кодоимодуляцию, вот. И занимают примерно 1 мегабайт на минуту вызова, да. Соответственно, 5 гигабайт можно посчитать, на сколько минут хватит на это. Это в PCM. Значит, в PCM у нас мы можем сохранить, скачать и воспроизвести почти всеми аудиоплеерами. А есть еще про DPSM. Они производятся не всеми плеерами, а только некоторыми видами. Но зато здесь емкость хранения в 4 раза меньше. То есть для сохранения файлов записи разговоров в формате кодеки ITPCM это адаптивная импульсно-кодовая модуляция. Это разно стоит, да. То есть импульсно-кодовая это когда идем напрямую, там идет пландование этого. Видите, это звук. Да, ITPCM это разно стоит. То есть там пространство меньше занимается дисковая битовая патрубка. Выменьшена единицу от передачи звуковой информации. Соответственно, 256 на одну минуту записи разговоров может быть использована. Для резервирования может использоваться FTP, SFTP и SMB-шар. Если мы напрямую в SMB-шару, в FTP-шару на SFTP писать не можем, то архивировать и записывать записи, записывать актив записи разговоров можем как на Google Drive, так и на FTP, SFTP, SMB. Также резервное копирование выполняется, записи разговоров могут выполняться отдельно от резервного копирования записи разговоров. То есть резервное копирование можно выбрать, сохранять или не сохранять записи разговоров по резервному копированию. А здесь вот, когда мы настраиваем записи разговоров, мы указываем, куда мы указываем коду, указываем удаление, указываем отправлять email, указываем сжатие ADB7, если у нас сжатие делается, то мы не можем почитать только VLC или Windows Media Planner. В VLC он как-то все читает, но обычным мы уже не сможем почитать, либо старыми кодами форматов, поэтому можно не столько продолжать. И вот, если у нас флота расходуется, то вот здесь, в расположении, мы можем внести внешнее хранилище. Да, по умолчанию у нас записи разговоров складываются сюда. VAR, LIT, LITCX, PBX, INTENSE1, DATA, RECORD. Вот, и здесь лежат файлы записи разговоров, здесь же в датчик будут лежать вот эти вот, которые можно попробовать в шамане. Вот эту папку, естественно, можно перезадать, пересоздать, но там можно соблюсти ряд каких-то условий. Фаркс, документ, блоксы, VR и так далее. Пересоздать. И эти записи можно также отправлять в хранилище. Оно будет граффити, SMP, SFTP, то есть это по SSH. SFTP это никак не SSH, это XCP. Вот, SFTP это секьюрный FTP. Вот по SSH, если он по SSH, если он по SCP, SCP, да, SSH может передавать. Надо посмотреть, я это как бы не проверял. Здесь вводится ключ, если он по SSH передает, то в указанный промежуток, указанную периодичность, когда мы здесь укажем, ежедневно, еженедельно, в какое время. Вот, у нас эти сообщения будут уезжать на какой-то ресурс, который мы здесь укажем. По-моему, SCP тоже реализовывали. Он только SCP показывает. Так, что у нас обновление, переустановка дальше, да? Здесь тоже интересный вопрос, эти будут вопросы в экзаменах. Вот, здесь мы рассмотрим цели резервного копирования, зачем, как это используется, для чего и каким образом. Вот, во-первых, резервное копирование, оно используется для миграции, когда у нас был один сервер в облаке, а мы захотели эти данные совершенно благополучно перенаправить на наш локальный лицейк, ну, производитель развертывания, жили в Microsoft облаке, Microsoft облако нам надоело, и мы переезжаем на локальный сервер, соответственно, мы что делаем? Ну, мы сейчас ничего не сделаем, потому что я хотел, здесь у меня есть еще машинка, а там у четырехзначных номеров, если бы мы еще раз развертывали, мы бы сохранились с резервной копией, да? Если бы взяли резервную копию, на стадии развертывания у нас была возможность этот zip-архипчик загрузить и с него как бы восстановиться, начинать жизнь сначала. Вот он находится в резервировании. В резервировании также у нас указывается расположение. Это расположение может быть локальный, здесь Google, FTP и так далее. SCP тоже там, по-моему, появилось. И, соответственно, вот здесь мы, нажав резервное копирование, указываем резервную копию и нажимаем ее имя. Тест. Задаем ее имя. Тест. Значит, здесь можно также в резервный копий поместить информацию о ключе, по FQDN, по сервисе конференций. А можно и не включать, если лицензионный ключ используется новым. Если старый, то всегда это включается, там дальше уже свои перенастройки нужно делать. Вот. То есть перепривязывать нашу вновь развернутую систему, она же на внешние майпишники обязательно вылезет. Этот FQDN, лицензионный ключ, да, он начнет на внешнем майпишнике как бы светиться на другом уже адресе. Соответственно, в личном кабинете мы должны залезть, этот FQDN откуда-то открепить, потом обратно он прикрепится. Вот. И тогда вот лишь в этом случае, когда мы удаленную машину безозвратную гасим, чтобы два ключа и два FQDN у нас не засветилось, то мы лезем в личный кабинет, наш профиль на 30X, гасим информацию и, собственно, можем нас разворачивать на другом сервисе. Вот. В резервной копии можно также указывать или задавать собственные какие-то шаблоны, созданные для телефонов, для автопробежников можно создавать шаблоны, логотипы, прошивки и так далее. Можно, значит, также хранить в резервной копии голосовой почвы, и, значит, раздуем. Естественно, они раздуют диск и займут больше времени для создания резервной копии. Вот. Также в резервной копии можно указать свой парольчик шифрования и по парольчику потом при восстановлении, когда мы архив загружаем, вводим этот пароль для безопасности, чтобы у нас этот пароль, вернее, этот архив никуда не ушел, его не открыли, не расковыряли. Соответственно, этот zip-архив, он шифруется паролем. Все. Я задал создание резервной копии, у меня пошло создание резервной копии. Вот. И, соответственно, я могу подождать, пока он появится, он должно быстро появиться. Вот. Появилось. Вот. Я могу качнуть и посмотреть некоторые методы данной системы, включая номера, включая пароли на этих номерах, вот, на этих номерах. И, соответственно, тут лучше всего zip-архив и zip-архив с пароль. Вот. С него можно восстановиться, нажав вот здесь. Можно сделать график резервного копирования. Здесь можно создать, что нам копировать. И нужно задать периодично, середневно, еженедельно. И у нас, соответственно, будет создаваться каждый циклический период, указанный здесь, будет создаваться резервный комп. Можно также создать план восстановления, с помощью которого можно выбрать не запускать сервер после восстановления сервисы. Тогда, если мы создаем план восстановления, да, у нас система восстанавливается, а сервисы не запускаются. Если мы каждое утро хотим получать новую систему, допустим, это демо-систему, вот, и мы хотим каждое утро сбрасывать систему к тому первоначальному конфигурационному системе, которое у нас было изначально, да, мы можем включить вот ежедневно в восемь утра восстанавливать конфигурацию. Если каждый день на эту систему лазить, там, издеваться над ней, ковыряться, добавлять танки, маршруты, там, кстати, еще, то каждый раз в восемь часов утра в этой нашей демо-системе там будет присутствовать в эти дни те же давления. Да, и также тут в резервировании есть режим отказоустойчивости. Тут должно быть предупреждение о том, что это используется только версии про, версии, точнее, интерпрайс. В версии про там есть какие-то ограничения, об этом я в первый день уже говорил. Там вручное время восстановления, ну, во-первых, восстановление нужно делать вручную, во-вторых, время восстановления там получается больше, чем время восстановления версии интерпрайса. И на сайте, на таблице, на той таблице сравнительных характеристик самой системы Клицеликс, которая показывала, там даже указано, что только в интерпрайсе поддерживается резервирование, горячее резервирование системы. Напомню, горячее резервирование системы предусматривает наличие двух серверов с одинаковыми конфигурациями. И, соответственно, когда у нас работают два сервера с одинаковыми конфигурациями, есть какой-то некий IP-адрес, на который у нас записан телефон, это адрес сервиса. Когда одна АТС активная является, она обрабатывает эти регистрации телефонов и работу вызывает, а вторая у нас просто работает как резервная. Когда у нас активная АТС уходит в нерабочее состояние, то по вот этому общему адресу сервиса, не IP-адресу, а адресу сервиса, доменному имени. Вот здесь еще резервная есть АТС, она сразу же подхватывает, определяет, что основная АТС вышла из строя, подхватывает на себя управление, подхватывает на себя регистрации и управление вызовами. И получается, что текущие вызовы, они оборвутся, но, собственно, абоненты могут зарегистрироваться на второй резервной АТС и выполнять вызов. Так, даже здесь, в тестах, в системе мониторинга резервного переключения можно выбрать тесты, которые необходимы для мониторинга. То есть одна пассивная система проверяет контроль доступности вот этих вот сервисов. Туннель, веб-сервер, сип-сервер. Если все выбрать, то, когда все откажет, вторая система начинает оплатывать. Либо, допустим, он посеку слетит, соответственно, если все выбирается, увеличивается там время, увеличивается нагрузка на систему, определение, обнаружение вызова. Если оставить только один, то вероятность сложного срабатывания будет высокой. Нужно по всем критериям. Чем больше критерий, тем больше. Чем больше критерий, тем, скажем, нагрузка на систему познавания тоже будет позже. Сколько не надо. И увеличивать время срабатывания. Тесты выполняются с интервалом, заданным вот здесь. Если в течение 30 секунд одна станция как бы не отвечает второй станции, которая проверяет контроль доступности, то вторая станция перекладывает на себе управление. И вот здесь вот так же выбирается, если все тесты не пройдены, или хотя бы один тест не пройден. То есть вот этой комбинацией можно определить и по времени можно задать, когда переключаться на резервную локацию. Так же на системе выберите скрипт, который выполнится до запуска сервиса. Вот здесь вот можно задать скрипт. Перед запуском сервисов можно запускать в системе определенные скрипты. Допустим, нужно поднять какие-то VPN, транки, каналы, поднять PRA, какие-то запасные линии, да, переключить, дернуть какие-то реле-переключатели, которые соединяются с аналоговыми линиями. Если у нас две IP от TS-30X, но используются еще аналоговые линии FXO, да, используются FXO шлюзы, то, соответственно, необходимо выполнить какое-то переключение для этих шлюзов. либо выполнить какой-то другой скрипт, там что-то погасить, что-то зарезервировать, что-то спрятать, сохранить и так далее. Если у нас с FXO используются шлюзы, и у нас два шлюза, то там все равно должно быть аналоговое переключение с одного шлюза, чем другого, там где-то адрес, арабатывать и так далее. Вот для этих целей вот эти скрипты могут быть использоваться. Вот, и здесь вот еще, значит, показано, важно это, что можно делать миграцию в определенном случае. То есть нельзя более старую ADS смигрировать на более новую развернутую ADS-30X. Только можно 15.5 SP6 с Windows на версию 16 мигрировать. Переход с облака на локальный сервер можно делать. Значит, можно между Windows и Linux мигрировать конфигурации. Также можно 15.5 SP6 с Windows на 16 версию мигрировать. Изменение системы пристройки и восстановления. И синхронизация варейного подключения. Вот это файловер, да, файловер уже рассмотрен. По планированию резервного копирования я уже как бы сказал. Значит, тут есть один недостаток. Если у нас зазипован с паролем архив, то если архив потерян, то есть программки, которые его пытаются взломать. И они будут очень долго этот пароль взламывать, если мы сможем их взломать. При резервном копировании что у нас не затрагивается? У нас не затрагиваются настройки вот эти вот для портов web-сервера, для внешних портов HTTP. Собственно, это и справедливо, потому что эти настройки, они выбираются при восстановке RTS. Также у нас могут восстанавливаться системные добавочные номера при сохранении, при восстановлении системной копии. Вот транки, шлюзы, систему звуковых сообщений, аудиофайлы, которые у нас были заведены и созданы вручную систему. FQDM, лицензионный ключ, это все выбирается. Настройки, которые я показал. Также тут я указал, что голосовая кость для записи разговоров можно включать резервные копирования. И показал, куда можно складывать эти резервные копии. И тут как бы дана рекомендация, что записи вызовов совершенно не обязательно включать резервную копию. Особенно если резервная копия создается периодически в какие-то промежутки времени, для циклических. Тогда лучше выполнять резервное копирование записи разговоров на отдельную папку из записи разговоров, из настроек резервной копии записи разговоров. А в самой резервной копии уже не указывают. Планирование резервного копирования можно создать планирование по восстановлению также. И резервное копирование можно выполнить с помощью командной стройки backup cnt.exe – файл. Да, и вот это вот из Windows, из Windows выполняется. Ну, в принципе, из Windows также можно выполнить резервное копирование. Ну, в принципе, если у кого-то там Ansible есть разговор, например, клиенты. Ansible – это система централизованного управления виртуальными машинами. Linux-система. Linux, Windows, но в основном Linux, да? Ну, и оборудование. Вот с помощью Ansible можно запускать вот эту вот командочку backup cnt, exe-windows, backup cnt просто, и выполнять резервное копирование с командной стройки. То есть дергать создание резервного копирования. Вот. По обновлению хотел бы сказать, что вот здесь вот в системе есть обновления. Вот. И на страницу обновлений в нашей системе можно прийти нажат сюда. Вот. Систему необходимо периодически обновлять, поскольку у нас периодически выходят обновления релизов, которые устанавливаются только вручную. Периодически выходят обновления для транков, для прошивок IP-телефонов и прочие важные обновления. Мы можем обновлять это вручную, а можем выставить автоматическое обновление, допустим, ежедневное или еженедельное в некоторое время, да? Ну, учитывая, что обновление – это вещь такая как бы щекотливая, вот. И лучше обновление вручную сделать для того, чтобы автоматически там у нас что-то не обновилось, и что-то там не затерлось. Ну, если не слишком критично, то обновление автоматически можно делать, как же можно устроить. 6.00 каждый день выполнять автоматическое обновление. И тут написано, что бета требует тестирования, и она. Бета не используется для рабочей системы. Нельзя использовать. И обновление для обновления системы, то есть обновление типа обновления системы PCX и обновления релиза. Важная система обновления. Оно автоматом не ставится, оно только обычное может ставиться. Однако, если обновление имеет статус бета нестабильное, то оно не устанавливается автоматически, а будет установлено вручную при необходимости. То есть, если это не продакшен-артен, то именно бета мы можем установить приносительно вручную. А автоматом оно не установится. А вот если это обновление релиза, да, стабильное, то стабильное уже автоматически так же может быть установлено. Вот так вот. Вот так вот точно брали. Ну, в принципе, все по обновлениям, по векапам, по всем этим вещам мы разобрали. Обычно в обновления приходят прошивочки самые свежие, самые новенькие. У нас осталось два вопроса. Это безопасность и борьба с мошенничеством. И вопрос о устранении неполадок. Так, вот по безопасности мы сейчас быстренько буквально пробежимся. Значит, для 3CX есть система безопасности, которая позволяет нам, ну, во-первых, да, она позволяет защититься от всех мошенников, от злоумышленников, от зломов и так далее. Вот, но в то же время это система безопасности играет с нами в злую шутку. Когда мы создаем номер, не убираем вот эту галочку, мы увидели эту графу. Атаки и взломы, да. Система защиты IP-RTS и CX. Это используется для атаки типа бутфорс, для предотвращения этой атаки. Бутфорс – это строгая и жесткая подборка паролей. Вот, для предотвращения этой возможности у нас существует защита IP-RTS. А также есть виды атаки типа дудос, дудос – это атака на отказ в обслуживании. Также есть invite-фунц, там, когда АТС смотрит на оружие, потом 50-60 и DLS на 50-61. А на 50-60 к нам постоянно поступает invite, invite-регистр, регистр. Постоянно есть карьеры из китайских серверов, которые прощупывают, получают этот ответ. Естественно, это АТС отвечает. И вот эти вот invite-фунц и регистр-фунц, они должны быть за баня на эти адреса. Есть еще атаки по словарю, есть атаки по паролю. СИП, РЭК, ПЭС, вот как это. Вот, они также для СИП актуальны, да. Есть и ПСАК программы на борт питон-скриптов, которые у нас могут, скажем, такими жесткими методами у нас по нашу АТС попрутить, там, по-шатать. То есть, там довольно-таки мощный инструментарий есть, который у нас на безопасность ее, на нашу АТС попробовать, да. Есть РТП, инжекция, это подменная РТП. Вот опять же, этот РТП можно там что-то подмешать, получается, ртп-фунц. А есть атака человек посередине, когда один товарищ, ну это в основном это локальная сеть. если свитч неуправляемый, там управляется для нас свитч, значит, один IP-адрес отправляет свой MAC-адрес, вещает о том, что это его MAC-адрес. Вот, свитч второго уровня начинает этот MAC-адрес подменять для этого IP-адреса. Вот, и, соответственно, трафик начинает проходить через IP-адрес и MAC-адрес этого компьютера, поскольку в компьютерных сетях по MAC-адресам по второму уровню идет все. Передача всего трафика, передача информации. IP-адрес третьего уровня используется только для соединения, так. Можно, так сказать, сделать постановку MAC-адреса, постановку IP-адреса на свой MAC-адрес и дальше отправлять тоже трафик уже на настоящий, да. На настоящий адреса таким образом стать посередине, то есть, как я про те крокодильчики говорил, то есть это виртуальные крокодильчики, которые делаются для сети уже, для компьютерной сети. Вот, эти виртуальные крокодильчики называются «Человек посередине», потому что он становится посередине, IRP вот этим спутингом подменяем в MAC-адрес и принимаем весь адрес на себя, весь трафик на себя. Вот, это делается там провайдерски. Допустим, у нас есть какой-то дом, да, предприятие есть, есть провайдер, который отдает на это здание, есть какая-то серверная свитч провайдерский, в этот свитч тыкаются, там что-то подмешивают и все. Значит, это используется для безопасности в целом, для сетевой безопасности, для безопасности операционных систем. Вот, эта безопасность создается с помощью безопасности физического оборудования, то есть сервер помещается в стойку, закрывается на замок, кабеля тоже там должны быть спрятаны на надежных местах, чтобы нельзя было пощупать трафик. ТАП включить между кабелем и на ТАП все это поймать, да. На предприятии ставится ТАП, а вот посередине ТАП подключается компьютер и на компьютер все сваливается. Вот, также есть безопасность устройства, это телефона, безопасность операционной системы, там обновление особенно Windows, они любят выпускать обновление безопасности. С Debian нам там немножко попроще, там есть, конечно, обновления, но они не такие обновления в Windows, да. В Windows там у них постоянно обновление безопасности будет, у них постоянно, скажем, нарушается безопасность, да, указывается безопасность приложений, должны быть безопасные пароли для входа в системы, настройки и так далее. И безопасность данных, да, резервные кодки. Для того, чтобы делать СИП-авторизацию безопасную, по умолчанию, значит, по всех, как мы уже видели, используется рандомные в системе внести знаки, вот, в цифровые цифровые цифры, вот, внести ID для пароля. Можно ввести до 50 вот этих значений вручную, ну, соответственно, на эти номера уже будет, практически невозможно зарегистрироваться, если там уходит на цифровые до 50, согласно комбинаторике, мы можем посчитать, сколько там нужно сделать переборок, десятков лет для того, чтобы подобрать сюда вот этот плагин, пароль, и так, чтобы нас в системе не забанило, вполне практически невозможно. Вот, для голосовой почты, собственно, используется PIN, который может быть до десяти цифр увеличен. Здесь же указано, что PIN голосовой почты, да, вот здесь вот, вот здесь вот как раз безопасность указана, где залог, use, extension, one, remote, direct, and use. Вот, для безопасности добавочных талеров рекомендуется выполнить такие настройки. Отключить неиспользованные добавочные номера, ну, понятно, да. Отключить внешние вызовы тоже понятно, только внутренние вызовы, да. Защита PIN, значит, внешние вызовы на исходящих маршруках можно задать только при выполнении, при входе указанного пароля. Там, где задается вызов, вернее, при вызове внешнем, задается PIN голосовой почты. Вот, также, для добавочного номера, мы видели эту галочку, мы видели grab-блю с ней, она включена по умолчанию. Там было запрещено регистрироваться на эти экстеншены с внешнего IP-адреса, да. Этот телефон у нас и оказался внешне, у нас в сети он лез. также можно ограничивать приложение, подключаться через PIN, да. Блокировать исходящие вызовы на рабочее время, уборщики и так далее. Extension, Disable Extension, Disable External Calls. Так, здесь вот есть это Restriction, вот такой вот, который Disallow Use Extensions Outside the Long Remote Extension IP, да. Это в настройках номера, он был на английском, он написал был на английском. Здесь у нас есть сообщение пользователя, и в пользователях у нас есть, там, они, там, они, там, работа, не ограничения, они, там, в английской интерфейсе, где называться будет extension, да, вот, Disable Extension, это на английском, запретить исходящие вызовы для рабочего времени. Все, все. Это тоже плохо, тоже нельзя. Все абсолютно вызовы нельзя запретить, а исходящие вызовы, потому что, а вдруг милицию, полицию, там, участие, вот, друпные знания. Эпидемия срочная скупировка. Лучше использовать друпы безопасности для отправки международных вызовов. Исходящий маршрут, это все формировать для определенных менеджеров в определенное время, задавать, то есть вот эти конструкции. Так, и также, а для вот этих вот направлений, для международных кодов создаются правила, мы эти правила настраивали в установке АТС, когда мы их настраивали, здесь стали быть указаны направления, куда нам можно звонить. Там, по-моему, там Россия, Казахстан, вот. Соответственно, если у нас нельзя звонить в Африку, то мы сразу две автонок запускаем, и, соответственно, если номер полностью совпадает с этим префиксом, в формате есть там все четыре, то у нас в эти направления звонки не будут выполнены. Точнее, звонки будут выполнены только в те направлениях, которые указываются в походном стране, здесь списки по этой стране. По секьюри СИП, если мы хотим использовать СИП телефона для подключения снаружи, мы вчера вот посмотрели туннель, посмотрели вот эту вещь, обычный скан зарегистрированный телефон, да, там обычный СИП. Вот. Но лучше этот обычный СИП не использовать, а использовать ТЛС, да. То есть при настройке там необходимо выбрать было ТЛС, поскольку небольшая шарка на открывании, и по ТЛС зашифровать СИП сигнализацию. Для этого используется сертификард и порт 5061, а 5060 вообще в порте бы вообще закрыть и не выпускать. Вот. Также в телефонных настройках, номерах, настройках франка мы все это видели. Используется RTP и SRTP. Это SRTP, Security, RTP, да, то есть шифрование. Это шифрование вызовов, шифрование медиа-данных, шифрование передачи медиа-информации, шифрование звука, шифрование речи. Это шифрование речи необходимо включить и на веб-интерфейсе настройки транка, и с той стороны, и также на телефоне. А для Windows настраивается режим RTP, только безопасно, да. То есть вот здесь вот есть настройка, но для Windows клиента настраивается режим RTP, только безопасно. Но Windows клиент, он вообще лезет, если снаружи, он подключается по туннелю, поэтому там режим RTP, SRTP не особо, не особо. Не мешает или помогает. Вот это вот сколько оно по туннелю надо. Для антихакинга ВТС есть некоторая группа настроек, есть несколько уровней безопасности, там зеленый, желтый, красный. Здесь у нас указывается, значит, для антихакинга настройки есть защита от неудачных попыток. Здесь необходимо указать количество неудачных запросов аутентификации в системе. Если будет число превышено на 25, то IP адрес отсылающий запрос и будет заплатили. Что у нас и получилось, когда вот этот телефон настраивали на нашу обычную АТФ. Да, у нас вся сеть. Я не смог оттуда, отсюда злобиниться ниоткуда, все только при мобильном телефоне. Для дополнительной защиты необходимо уменьшить количество запросов в минуту три. И чрезмерное уменьшение вот этих запросов там могут вообще уронить нашу систему и уронить нашу жизнь администратора в этой системе. Антихакинг настройки. Значит, тоже здесь защита при преодоложительных запросах авторизации. Тысяча значений, да, при DOS-атаке к системе поступают запросы регистра, которые требуют отклика. Челлендж 407. Не 407, это он авторайзинг, как бы челлендж, да, он авторайзинг, челлендж, аутентификация реквариат. Они вот из этого, скажем, списка ответов, субответов. Это требование авторизации. Когда телефон регистрируется на чем-то, он управляет регистр, а удаленно АТС, допустим, 30X, она обращает 407 челлендж. В этом челлендже, в SIP-пакете, есть дайджест. Дайджест принимается телефоном. На телефоне есть процессор, который дайджест обрабатывает, добавляет, комбинирует ее с реалмом. Короче, собирает, пособирает и отправляет свой дайджест. То есть, в свою цифровую функцию. Получает один дайджест, отправляет второй. Соответственно, наш телефон авторизуется регистрируется на 30X, и 30X помещает его в свою базу данных, его адрес, для того, чтобы вы увидите, потом на него звоните. И вот этот вот регистр, если он несколько раз справляет с неправильным паролем, как у нас была, на светлая ситуация была, если ручную пароду правильно забить, то у нас тоже вся сетка, туда поместится банк. В черный список. И все, мы вот должны будем другим способом таспать. Вот. И скажите количество ложных запросов с одного опишника, значит, регистром должно пойти тысяча, чтобы забаниться. Вот. А вот здесь вот 25 запросов аутентификации, да? Да, аутентификация, она получается 25. Ну, регистр, короче, тоже производится аутентификацией, поэтому тут, ну, как бы, такие вот уровни безопасности, уровни защиты, тоже аутентификация, там регистр, она тоже есть аутентификация. И вот здесь вот у нас, ну, подошли к этой точке, что при защите от флуда, от спам-пакетов, тут реализовано три уровня. Зеленый, желтый и красный. Если до 1000 у нас зеленый уровень, если больше 2000 у нас желтый уровень, если больше 4000 у нас красный. Значит, если ниже зеленого, то у нас, как бы, хорошо получается, да? на 2000, да, зеленый, зеленый до 2000, до 2000. Вот. То у нас ниже желтого уровня, у нас, опять, бездействие, то нас там всех пропускают, все его, ну, у тебя медленный пункт такой есть. Вот, медленно там. Можно медленную подгодку паролью поставить, но медленно-медленно пункт отправлять регистры, там, и у нас все будет хорошо, и система будет отключать, никого не забанить. Если достигнуть, ну, количество запросов от этого IP-адреса больше 2000, на меньше 3000, то у нас пойдет блокировка IP-адреса на 5 секунд, соответственно, АТС не будет упечать. Это при желтом уровне. А если больше 4000, это красный уровень безопасности. То АТС уже помещает вот этот вот девайс в черный список. Также в этих настройках можно указать интервал времени черного списка, по умолчанию он в сутки. И по умолчанию 24 часа весит. Это 8400 секунд. То есть время это сутки для ванных. Максимальное значение это 31 год. Необходимо подождать человека, который неправильно заводинился в систему, начал сладить нечаянно телефоном, начал неправильно регистры отправлять. Через 31 год он может прийти с этим телефоном заново попробовать делать какой-то доктор этой системы. Вот здесь вот можно в заблокированных IP-адресах удалить вот этих злоумышленных. У нас здесь в АТС есть основная панель, в основной панели у нас есть черный список. Вот у нас лежит брисочек есть, появился во блоке. Аввай, какой-то аввай пытался... А, это аввай, наверное, для Вячеслава. Вячеслав хотел бы по аввари сюда засадить. Кстати, по этому отпишнику можно регион поймать. Вот и все, на дату с течением строка, то есть максимум 31 год помещается это все в черный список. Так, и важно здесь создать белый список, для того, чтобы сюда я мог поместить свой адрес. Вот он сейчас, мы зайдем в безопасность, параметры, параметры, параметры. Безопасность, вот она сверху. Безопасность мы видим, да, вот эти все точки. Удосы там 8600 и так далее. 25000 там регистров. Это типы, типы распознавания. А так, да, для авторизации, аутентификации. А это для регистратора. И вот тут ставится желтый 2000, а красный больше 3000. Если превышает 2000, то это уже желтый. Если превышает 3000, то это уже все. Будут еще какие-то есть свои типы, автоматически глобальные, черный список адресов. Значит, 3CX, он и есть свойство. Мы включаем, то наши данные передаются в 3CX. Там формируется база данных. Она тоже совмещается с нашей. И вот эти вот адресочки, они как бы уже формируются в определенный глобальный список, который регистрируется между этими. Так, Security SIP. Здесь у нас сертификаты живут, да, для SSL, для TLS. Решение осуществления международного направления можно приедактировать, при установке она у нас поднималась. Да, вот это 3CX, туннельный, гестрадальный. Вот здесь вот белый адресочек. Необходимо внести в наши IP-адресы, вот это вот в нашей конторе. Там стоит 78 проверлятора, для которых был выключен. Вот, написать 73, практически его надо было добавить. Сейчас его добавлять не буду, чтобы в крайнем случае там ничего не уронить. это нужно делать внимательно. Вот здесь вот так взять, вот здесь вот взять, добавить. И, собственно, ага, тогда больше ниоткуда не пусть. Круто. И вот тут еще такое сообщение, что 3CX не заменяет наш Firewall. В принципе, да, есть Firewall. На Firewall тоже настраивается собственная безопасность. Там тоже можно, скажем, путать запросы, отсечь. Но для того, что Firewall не анализирует все пакеты, СИП-пакеты можно реанализировать СИП Firewall, это тепло-сэкшн, блокнор-контроллер. Он может не допускать пакеты из вне к этой станции. Он может так настроить, SBC какую-нибудь, ну, два, в Open Source, в Camario Open Source. Camario OpenSips. Вот. Можно на промежутки его поставить, так, чтобы, ну, используя там промежуточную лузуру. Так, что у нас сам СИП роутер будет отсекать все куды, а до АТС вообще не будет ничего проходить, так называемый SBC, SBC на промежутке. Это отдельная история, отдельная песня. По крайней мере, да, с этим SBC, 3CX там не заводили. Это не тот SBC, который живет у нас в виртуальной машине, который 3CX SBC, да, вот этим роутером, 3CX роутером является. Это SBC другой, да, который ставится на промежутки для балансировки нагрузки, для, скажем, ром-испроутинга, сипроутинга. У нас сипроутинг, совместно с файл 2BAN, как раз вот, можно настроить на SIF2R. Так, эти списки можно импортировать, экспортировать, вот отсюда. Возможно импорт, экспорт IP адресов диапазона для белого черного списка. А, для блокистов, для белого списка. Здесь можно, не разрешающий, запрещающий список, можно экспортировать, а потом взять его, в Sony он там везет. Значит, и вредоносные IP адреса, которые попали в черный список на нескольких ОТС, распределяются на все ОТСы, которые включена данная настройка. Вот это вот Automation Global 3CX IP блокист, я про него рассказывал, он реплицирует каждый собой через глобальный список. В белый список необходимо добавлять доверенные статические IP адреса. Тогда, собственно, если этот телефон начнет ездить по разным офисам, мы захотим его включать, или у нас дома DCP, на роутере, и мы на томе установим вот этот адрес, мы из дома мало того, что по интерфейсу, силикон, там зайдем. Поэтому здесь вот аккуратненько нужно все это делать, а белый список тоже довольно удобно. Вот. Внимательно уносить и с подозрительной активностью помещайте IP адреса в черный список. Соответственно, мы можем туда вообще сеть поместить в черный список, да, и вообще добавить вообще весь 212, 33, 364. Вообще всю сеть. слегка добавление в белый список. IP адреса белого списка исключены из антикальтных настроек. То есть, если мы вот в белый список добавим вот этот адрес, вот эту, вернее, добавим наш глобальный адрес предприятия, за нашим бонусом вот IP-шник нежный, да, и телефон начнет долбить с неправильным паролем на нашу АТС, которая в Microsoft до моей жизни живет, вот, то тогда наша АТС, она исключит этот список из антикальтных настроек. Вот, ну вот, значит, в консоль управления вот этот кресточек, вот эту панельку, если войти под админом либо под внутренним номером, если забыть пароль, то на, после трех неудачных попыток на указанный интервал ломается доступ внутренним авторитетом, соответственно, там адрес, черный список, помещается, и все, и нас не в курсе. Так мы где-то еще на 15 минут будем, по-моему, на 15 минут там наш КТС, оно сюда не относится, на указанный интервал, 25 часа, там, секунду, дефект блокирует. Так, и с локального хоста, конечно, это исключается, если у нас 3CX работает на Windows сервере, по RTP, то мы с локального хоста туда попасть можем. И можем также, скажем, цельный вряд ли поставить, значит, там просят не вставить сервис. то же самое сделать, то, что мы сделали на нашем GoWare для того, да, взять 3CX стол, установить рабочую, там, update, install, Debian, QB, LXDR, и ходить Firefox, промо, изнутри системы. Но это непроверенный вариант, это не знаю, можно взять его. Так, и вот тут RPS, по RPS мы настраивали без пин-кода, можно в настройках выбрать добавить пин-код для автоматического провиженинга системы телефонов снаружи. Там нужно ввести добавочный номер, пин-код, тоже Mac должен быть заведен, и все эти данные должны совпадать. Иначе телефон попадает в черный список на заданный интервал времени. Для запроса входа так посередине используется сертификат, сертификат нам дает управление SSL, и, соответственно, для того, чтобы сертификат был достоверный, он должен быть выдан доверенным центром. Не следует скатывать в систему самоподписанные сертификаты. Во-первых, из-за того, что самоподписанный он может быть подменен, во-вторых, автопровижение по самоподписанным он будет в телефонах идти очень трудно. В случае атаки посередине в браузере пользователи получат сообщение с предупреждением о недоверенном сайте. Вот это вот предупреждение, оно не только в этом случае возникает. Там, да, действительно нужно это все проверить, но у нас здесь не было такого сообщения. Это сообщение возникает тогда, когда мы входим не по домерной имени, а на АТС входим по своему и пишут. Из внутренней сети, у нас на 126 адресе была система расконтегулирована, у нас вот здесь пишут через сайт насыщено. Это не означает, что нас атакуют посередине, это означает то, что у нас искать недоверенно. Поэтому необходимо залезть и посмотреть подробную информацию о ssd5. Поддержанные настольные телефоны не будут скачивать файл. И автонастройка на SBC она, естественно, не произойдет, поскольку через SBC тоже используется с ssd5. Там по CTBS вытаскиваются данные и тут есть общий совет по настройке безопасности системы. Нужно использовать осел списки для доступа только доверенных IP адресов. Ну, понятно, да, в чипкоинте, который у нас или в CSIASA, который у нас установлен в качестве файл. Мне нужно настраиваться на целом списке для того, чтобы наша АТС только на доверенное отправляло в адреса внешние и, соответственно, файл. он заграждает что только с доверенным. Ну, конечно, да, я вчера показывал, что соединение без ELS для 3CX сроков у нас без SBC у нас сразу пошло до 50-60 и у нас весь трафик на ладони оказался. Фонд 50-60 открыт только для IP адресов наших права все правильно. Фонд 50-90 открыт для всеобщего доступа. Вообще, 50-60 за NATOM необходимо открывать только для вот этих вот типов трампов. А так лучше всего 50-61 открывать и по CLS все регулируется. 50-60 вообще закрыть вообще нахуй. потому что он 3CX это не SBC по роутеру. Он не возвращает окей на неправильную авторизацию, а потом не отправляет авторизованный вызов. Все удаленные добавочные номера подключаете через 3CX панель то есть нужно взять USB-C установить через 3CX также через 3CX панель работает вот эта вещь и вот эта вещь через 3CX панель тоже подключается приложение мобильное если настроена VPN сетьми двумя сетями нужно использовать VPN нужно использовать переадресацию портов переадресация портов не нужна для настроения подаленных телефонов через VPN ну вот переадресация портов через VPN как бы немножко сложновато закручено есть публикация другого порта 5060 ну вот любой там какой-то 45-60 провальтер будет думать что это на 50-60 но есть сканирующие спирты которые он не сканит вообще все вот и со временем на 45-60 тоже появляется процентов там не знаю на 60 телефоны будут настроены как как если между двумя сетками есть VPN филиал 1 филиал 2 между ними используется без SBC тоннеля поскольку он тоже нагрузку нажирает без 36 панеля соединения то можно напрямую соединять ничего не нужно приантрисовывать и телефоны будут настроены как локальные добавочные номера ну понятно то есть в пределах каждого сегмента сети можно настроить телефоны да даже если телефоны в разных сегментах сети допустим у нас телефон он 264 сети 253 на него можно эту ссылку кинуть он там появится он будет доступен просто он не будет обнаруживаться ну в принципе все здесь у меня все рекомендации по этой безопасности здесь на основу построения неполадок во-первых да у нас есть инфопанель есть уровень журналирования подробный есть журнал событий сип есть журнал событий есть свой собственный и настройку уведомлений на экранный адрес на электронный адрес вот значит общая панель АТС да имеет под собой предоставляет быстрый доступ в текущую активность в состоянии да тут вот все вот эти журналы скажем все то есть красненькие это у нас аллерг если провалиться сюда мы видим все сообщения которые поступают на все события сервера вот тут их можно посмотреть экранки можно посмотреть да вот можно посмотреть события сип вот здесь вот можно выполнить запад трафика мы это делаем также можно провалиться текстовое журнало выкачать посмотреть отдельно также здесь можно сделать обзор отбор по каким-то критериям этих вот событий и можно также просто события у нас отдельно те которые были внизу и вот здесь имеются предупредения ошибки здесь по моему можно даже ее настройку сделать что выбирать что не показывать и соответственно после выполнить поиск подать по определенному экстеншену по каким-то вызвам да можно сделать это фильтр обновить очистить события сип ну вот журнала и вот они там выдают это уровень журналирования в параметрах журнала устанавливается низкий средний подробный это хранится здесь даже вот регистр все сигнализации замес он здесь можно следить но это неинтересно поскольку через консоль можно спид-ап набрать события можно фильтровать вот вот это вот это я точно открывался и в журнале событий сервера хранятся регистрации мтс запросы и соответственно пюре которые можно вот также на почту можно выполнить настройку уведомлений по определенным событиям в таком случае администратору уведомляет систему и также здесь есть доступ к для использования софт-клиента набор доступен ограниченный набор команд значит во самой АТС решетка консоль 5001 решетка консоль там запускается не то что там запускается учетка высеченная в которой есть вот этот набор команд и по нему можно использовать некоторые команды ограниченные ну используя рута конечно все эти команды можно набирать но опять же под этой учеткой у нас эти команды могут быть в переменное окружение а там они из-под рута могут быть не внесены потому что у данного пользователя есть фоне систем учетка и в фоне систем у нее есть переменное окружение которое указывает вот тут файлы а там противо я здесь не проверял точно не скажу так так же мы делали захват трафика я показывал в варшарке мы открывали ну и в варшарке собственно вот эти ноги на плечи и посмотрели вот эти голосы мы тоже открывали вчера и вот в варшарке есть у нас сигнализация и по сети сигнализации показаны вопросы тут у нас расписано сип трассировка пакетный регистр и на него ответ здесь инвайт расписан вот сип это протокол по которому телефончики линии связываются с нашим отелем здесь вот сипочек расписан как бы стп сейшн он у нас вот так вот расписан но в рамках этого семинара мы его разбирать не будем есть про него отдельно рассказывали я рассказывал у меня там есть даже слайды по другой системе для протокола и в варшарке вот единственная красивая информация да тут можно посмотреть в трибу по региструю по натипай просто сипом можно отделить и посмотреть в варшарке вот ну собственно значит когда мы создаем обращение в техническую поддержку в лице мы там получаем руководство администратора техническую документацию и в саппорте у нас есть возможность создать это есть в каждом профиле который получает у нас наши партнеры в профиле там есть тикетная система можно создать тикет в 30x есть товарищи русский язычный который на него ответит вот для того чтобы создать тикет с какой-то проблемой в системе необходимо поддержка создать файлы техподдержки так я создаю этот файл значит создание файла этот файл у нас едет вот сюда на этот адрес семинар 30x мск семинар вот этот файл у нас сейчас backup complete сейчас этот файл с этим файлом техподдержки приедем сюда вот backup как сгинь блэклистом так backup у нас создался мы его даже можем вытащить и собственно support and for complete вот у нас пришло пришло электронное письмо с этим файлом zip и у нас послал нам эту ссылку и у нас сразу сохранился этот файл zip мы его можем показать в папке сформировать файл для техподдержки создать файл вот он на почту поехал вот support file complete все качаем этот файл он сейчас у нас скачается мы его в экранчике посмотрим покажем вот он вот он на штатфайле вот он мы его открываем и в принципе в этом файле тут может быть и конфигурация вот этих вещей там есть логи сервиса есть папочка такая которая есть программка 3CX анализатор log-analyser 3CX log-analyzer 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 3CX bin log-viewer вот он log-viewer zip на рабочий стол распаковываю используя вот этот инструмент можно взять файли вот отсюда с охотным кода вот в логах есть расчет лд 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 нет расшифровки по вот этим событиям что здесь происходит тут угадывать надо расшифровку мне так до сих пор не дали то есть я не могу вот эти события то надо прям 3CX управлять они там знают вот плюс по разным сервисам в 3CX есть множество различных сервисов есть сообщения системные по работе сервисов не старт не старт не старт там что-то производилось набиралось допустим мы авиар открываем и у нас там когда стартовала авиар питательная система вот она у нас появляется у нас плюс здесь есть поворот и вот в общем архиве иногда здесь включается вайшарк файл когда мы делаем вызов формируем файл чинической поддержки здесь формируется файл пикап для вайшарк мы его открываем и тоже смотрим какие у нас там проблемы если мы это отправляем в 3CX они видят нашу конфигурацию где-то заложенную где-то она здесь лежит и они видят где в логах у нас что то есть параметры настройки системы видят видят загрузку ядра видят ненужные модули и здесь могут найти посмотреть и сказать причину почему они работают пинкнут носом блдев где у вас там что неправильно настроено или может быть какой-то в ядре сброс вот в принципе да по логам сопутствующую информацию я рассказал ну и собственно за эти три дня мы все темы раскрыли вот коллеги спасибо за внимание спасибо что приняли участие в пленинге пробуйте сдавать в семинаре да пробуйте сдавать вопросы по экзаменам я расскажу что как можно сдавать экзамен в экзаменах значит для сдачи лучше всего использовать сайт самого 3CX потому что большая часть вопросов процентов 20 отсылается на сравнительную таблицу зайдите в сравнительную таблицу и посмотрите есть ли данных на цену или нет потом вопросы для вопросов лучше всего под рукой иметь слайды потому что тоже большую часть вопросов ответов на вопросы можно найти из слайда это второе третье для сдачи экзамена лучше всего использовать консоль ну ВВ-панель управления АТС и какой-то один телефон то есть два телефона для проверки вызова для того чтобы можно было послать вызов посмотреть его состояние и сказать это голосовое сообщение так отработает или нет то есть у нас нет ограничения по времени при сдаче экзамена также можно пользоваться веб-панелью можно пользоваться сайтом по администрированию самого 3CX искать вопросы но глубоких административных вопросов там тоже немного там в основном вопросы по настройкам по отличию лицензии по голосовой почте там есть по DNS по доменам по автопровейджингу телефонов по таким глубоким системным там есть несколько вопросов также хочу отметить что каждый вопрос имеет два варианта ответов это да или нет там ведется какое-то утверждение и в ответе говорится да или нет вы должны правильно на это утверждение ответить верное это утверждение да и неверное это утверждение хорошо коллеги сдавайте вначале базовый потом сдавайте средний уровень сертификации давайте по крайней мере старт для того чтобы это все развернуть проверить в облаке плавок и цехса мы сегодня прошли все коллеги спасибо за внимание спасибо что посетили удаленные наши семинары надеюсь у нас все цель наша задана получилась поставлена достигли поставленной цели вот все по крайней мере заработал и до свидания вот илья спасибо за организацию коллеги спасибо тоже за организацию закрываем эту панель и спасибо за организацию до свидания